Специнформ продолжает знакомство с ветеранами, выполнявшими в Афганистане самые разнообразные задачи, в том числе и с точки зрения обывателя, совсем будничные, незаметные и не предполагавшие особенного героизма. Часть побывавших в ДРА советских солдат и офицеров за все время службы ни разу не приняли участие в боевых выходах на караваны, суммовых атаках, десантах, ответственных разминированиях и разведрейдах. Вполне по понятным причинам остались в информационной тени. Да и как точно формулируют бывалые воины, чем дальше от войны, тем больше разведчиков и спецназовцев. Наш гость, в то время еще лейтенант ВВС Александр Артюх, воевал в составе знаменитой 205-й отдельной вертолетной эскадрильи, обеспечивавшей действия советского спецназа. Александр Петрович командовал группой обслуживания авиационного вооружения десантом транспортного оборудования Кандагарского отряда эскадрильи. Вертолетная техника и вооружение требовали постоянного присмотра и обслуживания. А уж какими силами и средствами провести в полную готовность пресловутую материальную часть, пусть командование и технари голову ломают. Они ломали, изыскивая в условиях дефицита всего, внутренние резервы и вынужденно изобретая в боевой обстановке новаторские методы работы. Реалии войны оказались неприятно далеки от идеальных уставных образов. Ну и с песней слов не выкинешь, а на войне как на войне, она быстро учит. Не сомневаюсь, это видеоинтервью поможет пролить свет на малоизвестные, но весьма любопытные подробности службы наземных специалистов ВВС. А стало быть, афганской войны в целом. Повествование получилось очень плотным и богатым на разного рода технические и бытовые детали. Думаю, не все умеют пристреливать авиационное вооружение по отвертке или знают, как утопить в пустыне командирский УАЗик. Другой заметной особенностью этого видеоинтервью стали многочисленные иллюстрации. Фотокадры, сделанные Александром Петровичем и его товарищами за время пребывания в Афганистане. Некоторые из них вы увидите впервые. Кроме того, в одном из следующих выпусков мы познакомим вас с кинозарисовками, снятыми Александром Петровичем за время пребывания в Афганистане и бережно сохраненными до наших дней. Специнформ твердо намерен продолжать афганский цикл новыми рассказами и личными историями ветеранов всех родов войск, воевавших в Афганистане в составе 40-й армии. И уже ставшее традиционным пожелание, думаю, будет не лишним и на этот раз. Если у вас есть возможность рассказать о своей войне, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией специнформа или со мной лично. Буду рад организовать нашу встречу. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, то вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие, и расскажут так, как им это будет выгодно. Я родился в Казахстане. Мои родители целину поднимали. В 70-м году мы переехали на Украину, на родину родителей. Вот. Ну, причина переезда, наверное, был в Даманский конфликт, потому что хоть не было там 4 года, я прекрасно помню, как ночью, всю ночь шла техника границы, и родители стояли у окна, смотрели на это дело. И, видимо, они тогда решили, что долг они выполнили перед родиной, целину подняли и вернулись на родину. Закончил школу я в городе Артемовске, нынче Бахмут, печальные нынче известные места. И поступил в Вачинское авиационно-техническое училище по специальности вооружения. Над моим селом, в Донецкой области, я не в самом Артемовске жил, а в село Зайцево. Была зона пилотажа Краматорского истребительного полка Су-15, ну, пацаном часами стоял, смотрел на них, и, в принципе, когда заканчивал школу, уже вопросов не было, куда идти. Ну, в летчике, хотел летчиком быть, но в 4-м классе в драке мне нос сломали, и потом я вот в летчике не проходил. Поэтому поступил в Вачинское авиационно-техническое училище по специальности вооружения. Насколько тяжело вам было поступать в училище? Поступать не тяжело было, потому что я, конечно, школу закончил не самым лучшим образом, у меня там средний балл, наверное, 4 был, но в те времена большой спрос был, наверное, на техников, и поэтому в техническое училище поступить было не очень сложно, наверное, было в желании. Но об этом я тогда не знал, конечно, очень сильно волновался и на экзаменах, и все. И, в принципе, собирался быть специалистом по самолету и двигателю, ну, поближе к технике, все. Ну, так получилось, что стал оружейником. Даже на мандатной комиссии, когда сам попросился на оружейника, даже удивилась комиссия, потому что, как бы, не очень шли. Ну, я по совету начальника абитуры майора Логинова, он спросил меня, куда ты, я говорю, самолет-двигатель. Он говорит, иди на оружейника лучше всех. Ну, майор, ты не обманет. А качество обучения, на ваш взгляд, насколько было высоким? Качество обучения? Ну, качество довольно было высоким, потому что у нас были и преподаватели высококлассные, да, и учебная база была очень хорошая. Вот мы, вот, наш набор оружейников, мы выпускались по самолетам МиГ-23, МиГ-27. Учебная база была очень хорошая, да, и преподаватели. Учили нас хорошо, ничего не скажешь. Другое дело, что, да, конечно, опыта, как такого, теории-то мы много знали, а практики было не очень много. Ну, это, как бы, обычное дело для выпускника училища. А так учили хорошо. Ну, опять же, кто хотел, тот учился. Потому что были некоторые курсанты, которые на госэкзаменах считали блоки в УБ-16, сколько их стволов. То есть, зависело тоже от курсантов, от желания учиться. Были люди и случайные, потому что, если я, например, там, с детства болел авиацией, там, сдал самолеты и прочее, то ребята были, которые, ну, поступили и поступили, а потом уже любовь к авиации им, походу, пьесы прививалась. В принципе, об училище только хорошие воспоминания. Очень хорошо я вспоминаю своего командира роты, капитана Ведешкина. Я ему благодарен, то, что он во мне увидел, то, что я, как бы, да, очень человек больной авиацией. И вот, хотя я и заканчивал с красным дипломом, мне он даже не предлагал оставаться командиром взводов, потому что там отличникам часто предлагали оставаться. Вот, он мне даже не предлагал, потому что видел, к чему я стремлюсь, что командир из меня, как бы, наверное, не самый лучший будет. А вот с техникой работать, это, да, другое дело. То есть, в этом плане хорошие были у нас и преподаватели, и командиры. Ну, как и во всяком училище, ну, везде, наверное, да, мы мечтали скорее выпуститься, потому что, ну, казарма есть казарма. Ну, а когда закончили, уже поехали в полки. Это уже служба началась у нас офицерская. Какой видели вашу будущую службу? Куда хотелось попасть? Куда распределяли и куда хотелось? Наш командир, капитан Ведешкин, был большой любитель Куприна, его повести «Юнкера». Он сделал такой список, поэтому по заслугам, скажем так, да, вот как и в этой повести было. Я был третий сверху. Там первый у нас был старшина, у нас редкий случай в роте был. Старшина, который и учился отлично, и устраивал командиров, и очень уважали в роте. То есть, его никто не хотел побить по окончании. Это был такой очень хороший парень у нас. Второй был тоже у нас отличник, комсомолец батальонный. Ну, а я третий. Хорошо учился, большим активистом я не был, но тем не менее. Поначалу я просился в Туркво, потому что мне хотелось... Нет, сначала я хотел... Нам предварительно дали предыдущего года выпуска. Вот я хотел поехать в Астрахань, в этот, там большой у нас центр испытательный. Но туда распределения не было. Я просился в Туркво, мне хотелось попасть в Афган. Но потом перед выпуском что-то так подумал, что послужить, наверное, в дальних местах я еще успею. И попросился в Германию. У нас тем более выпуск 1986 года. В основном в западном направлении пошел. На восток было очень мало. И туда в основном поехали ребята, кто были с этих районов, поближе к дому. И там в этом плане проблем не было. Я поехал в Германию по распределению. Ну, а в Германию уже, когда прибыли, там уже распределили меня. Хоть я и заканчивал по МиГ-23, МиГ-27. Ну, там, в принципе, это уже никого не интересовало. Вот, потому что зашли кадры, где оружейники. Там они открали такой большой талмуд перед собой. Посмотрели, говорят, что-то у нас на вертолетах мало. Вот, пойдешь на вертолеты. Ну, на вертолеты, так на вертолеты. И потом я в Германии попал в отдельную вертолетную эскадрилью в Хаслебе. Это на юге Германии, недалеко от Эрфорта. И там вот я прослужил полгода. Полгода прослужил. Как специально меня никто не переучивал на новую технику. Все приходилось уже на месте в процессе эксплуатации. Там я впервые увидел вот этот четырехствольный пулемет ЕКБ. Ну, там как раз осенью перевод техники. Там чистили, разбирали, собирали. Разобрать разобрал, собрать не могу. Пришлось звать более опытных товарищей. То есть, более-менее пулемет изучил. Ну, комплекс управляемого вооружения просто не успел, скажем так. Единственное, что у меня там была неисправность, которую я там хорошо запомнил. И потом в Афгане тоже несколько раз. У двадцать четверок иногда сгорал блок питания на прицеле. И Марка уходила с поля зрения. Там опытный товарищ был. Только с Афгана недавно пришел. Он показал, где этот блок находится, как его менять. До того неудобно. Ну, в принципе, вот что я успел. Там первые вот эти вылеты, первые проколы, конечно, были. Потому что одно дело, ты там отлично учишь теорию. Другое дело, практика. Все-таки первый у нас начало учебного года, 1 декабря, в Советской армии. У нас тут же сразу запланировали несколько болванок повесить на 24-ку. На разведку командиру эскадрильи у нас КМСК был. Евгений Трубин тоже заслуженный летчик. У него было два ордена за службу Родине, за Афган. И нужно было две болванки повесить. Он на разведку полетел и потом прилетал. И тут же на аэродроме бросал эти болванки. Ну, прапорщик в этом, в наряде был. А я один, с солдатиком. Вешаю, кручу, кручу эти упоры. Что-то никак не получается. Ну, худо-бедно как-то закрепил, все, он улетел. Ну, прилетает КМСК, заходит там у нас какая-то кабина от машины валялась. Он заходит, бросает болванку, делает второй заход. Ничего. Опять заход делает, опять висит. А мы техники стоим на аэродроме. Он над нами пролетает, показывает. Смотрите, висит. Меня уже поздравляют с днем оружейника. Я понять не могу. Вроде же проверил, все упало. Хорошо. Ну, он еще один заход делает. Упало. Прекрасно. Тут уже бежит прапорщик снаряда. Там все рядом было, отдельная эскадрилья. Теле. Что такое? Он подходит, говорит. А где передний упор? А я его просто поставил без переднего упора. Ну, естественно, задний крутим. Бомба перекаживает, ее перекосило. И потом полетели на учения, батальонные учения были. Наша эскадрилья обеспечивала воздушную часть этого действия. Звено 24, и мы на восьмерке, ну, как сопровождать туда же, на полигон полетели. Мне говорят, 8 снарядов на 2 нажатия. Ну, я все прекрасно, все стволы знаю, там режим выставил, вот, зарядил. Полетели туда, сели. Все, команда, они взлетели, эти борта трильнули, сели. Второй вылет. Я попросился, ну, интересно, все-таки, чушь, тем более, в такую классную авиацию попал, тут можно полетать. Ну, сажусь в 24-ку за этим, за летчиком, ну, в грузовую кабину, вернее. Ну, все, полетели. Там красиво так на полигоне, танки как такие игрушечные, все там взрывается, все здорово. Ну, делаем горку, стрельбы нету. Думаю, ну, так и надо. Бартехник поворачивается. Нету. Ну, вот это номер. Делаем опять вираж. Впереди, смотрю, КМСка Трубин делает горку, пикирует. Пошли, ну, все, думаю, ну, прекрасно, все хорошо. Мы делаем горку. Опять нет стрельбы. Опять бортовую покажут. Я думаю, вот это номер. Все же проверили. Все стреляло. Да елки, уже сижу. Не знаю, что. Садимся, выключают летчики. КМСка вылазит с кабины, ругается. Ну, не на меня, на пилота ругается. Я же вам орал там в эфир, что жмите больше на кнопку. А что произошло? Мне дали команду на два нажатия. Я их благополучно и выставил все режимы. Они слетали, первый раз стрельнули, сели, выключились, а пусы обнулились. И они уже пошли работать по прежним пустым стволам. Ну, КМСка понял, да, больше нажал, и он потом и стрельнул. Ну, это как бы тоже уже был один из первых опытов моих таких. Возвращаясь немножечко назад к училищу, там каким-то образом афганский опыт вам передавали? Нет, афганский опыт они передавали, потому что с афганским опытом у нас там никого не было. Наши преподаватели, ну, после Академии были, с полков, но именно вот афганских у нас, с афганского опытом, у нас не было. Вот никого. Во всяком случае, я не помню, что было. Может быть, на каких-то других циклах, но у нас на вооружении не было никого. А насколько вообще были осведомлены о том, что там происходит? Только на уровне слухов. И пару раз хоронили выпускников Сачинска, кто там то ли женился, то ли они сами с Сачинска были. А так, что-то конкретно про афган нам никто ничего не рассказывал. И мы про афган узнали, когда мы поехали на стажировку. В 1986 году мы поехали в Талдыкурган. Их полк как раз вернулся с афгана накануне. И там нам уже более-менее рассказали, что да как. Но сказать, чтобы конкретно что-то, такого не было. Ну так просто, по рассказам что-то. Мы еще ездили, мы курсанты, помогали контейнер грузить этой вдове летчика. Талдыкурган, летчик, сейчас забыл фамилию его. Уже когда они домой улетали, его на взлете сбили. А так, ну конечно нам что-то рассказывали. Но чтобы какой-то там конкретный опыт этого не было. Ну для полковых мы были так, может быть даже и обузой курсанты. Тем более мы туда попали под этот, на стажировке как раз была проверка. И не итоговая, а там даже комиссия Варшавского договора. Там же в Талдыкургане сразу два полка базировалось. Истребительный на МиГ-23 и истребители-бомбардировщиков этих, МиГ-27. И мы утром тревога сыграла. Нас там пришел какой-то полковник, согнал с кровати. Ну мы курсанты борзые, то есть спим и не реагируем на тревогу. Пришел нас прогнал. Ну мы пришли на стоянку, что там никого нету. Солдаты сидят, дремят. И тут начали техники приезжать, капонеры открывать. Начали технику готовить. И тут подъезжают эти, спецбоеприпасы привозят. Мы говорим, ну будем помогать нам. Какой помогать? Идите отсюда. Солдатика перед капонером. Ворота закрыли. И все. Ну что мы постояли, что нам тут делать? Ну и ушли. Ну там красиво, конечно, было со стороны наблюдать, когда два полка по тревоге взлетают. Вот 23-е звеньями в одну сторону, 27-е звеньями в другую сторону взлетает. Ну там здорово было посмотреть. А чем ваше желание было вызвано попасть в Афганистан? Как пацану, наверное, повоевать хотелось. Плюс все-таки думаю, ну для чего-то ж меня учили. Хотелось себя попробовать. Ну, конечно, что-то и в том же Талдыкургане услышали. Может быть, награду захотелось, что тут скрывать. Потому что сказали, вот у нас тут техники, медали получили. Нифига себе, в мирное время у нас в училище. Один замначальника училища ходил с орденом за службу Родине. Ну при мне, во всяком случае. Это же было так круто в мирной жизни, люди с орденами. Потому что ветеранов войны у нас уже не было. Время прошло очень много. Может быть и такое тоже. Ну а так, просто, наверное, уже хотелось себя попробовать. Все-таки учился неплохо. Думаю, на что я способен. Ну, как нормальное желание пацана. Что мне тогда, 20 лет было. Вот, наверное, вот из-за этого я и стремился туда. А попросил, тогда нас ротный собрал, спросил, куда хотите. Я говорю, туркво. Он говорит, точно? Я говорю, точно. Он говорит, смотри. А потом, когда я думал, да, поеду-ка я лучше в Германию. Пришел к ротному, говорю, товарищ капитан, что тебе надо? Говорит, нельзя ли мне в Германию? Ну, он меня обругал. Иди, говорит, отсюда. Я на следующий день подхожу, все равно. Товарищ капитан, как мой вопрос решился? Он говорит, положительно, шагай давай. Расскажу, как я попал в Афган. Пришла разнарядка на двух ВДшников, ну, вертолеты-двигатели и еще на кого-то. Ну, на этих ребят, таких специальностей. Троих человек. Один с нами лейтенант тоже, Слава Зайцев, выпускник Ломоносовского училища. Это, кстати, 86-й год, первый выпуск был Ломоносовского. У нас много было их там. И в Афгане, кстати, было много у нас. И ему, поедешь? Он, да, поеду, борттехником. Потому что он был на наземной должности, все хотел на борт. Ну, поеду. Ну, что, мы тут лейтенанта уже начали его с вечера, конечно, провожать. Все хорошо. На утро захожу к инженеру в кабинет. Он стоит с телефоном. Вот эти сосватанные ребята стоят. Ну, и с кем-то разговаривает, головой кивает. Да, да, да. Кладет трубку. Говорит, так, этим отбой нужно два оружейника, один метео. Тут же на меня. Поедешь? Ну, поеду. Вот и все. И так и сосватали. Ну, тут же моментально. Медкомиссию, отпуск. Девандек на память. Вот. В этом военторге. И вперед. Отгулял отпуск. И в марте в Ташкент приехал. В Ташкенте сразу в авиационный городок. Штаб сдал документы. Там у нас человек шесть-семь, наверное, собралось таких одиночников. Одиночной замены. Там какой-то капитан ехал уже второй раз в Афган. Нам рассказывал. Мы его слушали. Ну, тут выходит кадровик. Начинает раздавать нам эти предписания. Мне 205-го. Лашкаргах. Ну, у меня-мне, что Лашкаргах, что Кабул. Для меня-то разницы-то не было никакой. Я представления не имел. А этот потом уже говорит. Бывалый-то капитан. Он говорит, ой, там место не очень. Жара, пустыня. А он первый раз был в Кандагаре. И участвовал в этой знаменитой операции, когда наши в Иран залетели. И он нам про нее, про эту историю рассказывал. Это когда их АФ-4? Да, да, да. Когда их фантомы гоняли. Что об этом рассказывали вам? Ну, только личные впечатления. Потому что со мной в 205-й эскадриле в Кандагаре служил Серега Кузнецов, правый летчик. Он тоже второй раз в Афгане был. Первый раз он был и как раз участвовал в этой операции. Ну, как-то свои личные впечатления. Говорит, что сидим, сидим. Говорит, тут какие-то самолеты летают. Тут, говорит, замполит смотрит, говорит, так это же Ф-4Е. Ну, и тут, когда он начал лупить, говорит, ну, натерпелись страху, говорит, быстренько собрали спецназовцев, да давай ноги уносить оттуда. Ну, этот случай, он как-то, не знаю, расценивался, как какой-то комичный или какой. Потому что трагедии никакой. Трагедии не было, да. Скорее всего, комичные, потому что никто не пострадал, по большому счету. Ну, там потеряли пару вертолетов, главное, что все живы. Ну, скорее всего, да. Как трагедию это не рассматривали. Трагедия была, наверное, для больших командиров, кто потом по шапке получил. А для обычных исполнителей. Ну, что, сказали лететь, они и полетели. То есть, главное, что никого не потеряли. Вот это самое главное было. С собой что-то специальное собирали. Вот что-то надо везти в Афганистан. Естественно, там у нас ребята были в Германии, кто был в Афган. Спрашивают там одного прапорщика. Ну, они же любители были, молодых под кого. Надо брать все. И парадку, и полевую. Ты что, ну, ты же едешь на войну. Думаю, нифига себе. Ну, вот, а что же делать? Ну, брать так брать. Благо тут, ну, оружейник с этого, с тычи. Он только с Афгана тоже приехал. Ну, он мне уже рассказал, говорит, что нужно туда брать. Ну, там, в основном, лекарства рекомендовал кое-какие брать. Там из одежды, говорит, особо там, ну, комбинезон на всякий случай. Потому что там-то, в принципе, выдавали комбинезон. Ну, по-первых, так, бог его знает, когда его выдадут. Тоже непонятно. Как такового предписания, что вот, товарищ лейтенант, мы вас туда отправляем, у вас должно быть то-то, 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 то-то. Может быть, и было, но я такого не помню. Вот. Чисто вот по этим, по личным разговорам, рассказам, да. Вот, вот, ну, там, собрал какой-то чемоданчик с этими, с минимум необходимых вещей, там, что, белье, комбинезон, курточку взял эту техническую, там, и поехал. После того, как мы получили предписание в этом штабе округа, вот, поехали на пересылку, вот, и там дня, наверное, три. В первый же день мы набрали этого Заровшана, местного вина, сели. Ну, это же совсем молодой был, господи, выпил там чуть-чуть, мне уже захорошело. То ли мы не закрыли эту дверь, то ли что, так поворачивались, тут патруль стоит. Ну, ребята, давайте ваши документы, сейчас мы вам всем... Я с чистой совестью, все по-честному, потому что я в другой комнате жил, говорю, сейчас принесу. Мимо них прохожу, к себе в комнату, беру документы, думаю, а что я к ним пойду, нафиг они мне сдались, что вы мне тут... Я там в вестибюль пошел, у телевизора сел среди всех остальных. А ребятам там все уже было отработано, штампики, употребление спиртных напитков, бум-бум-бум в предписаниях. Не знаю, повлияло это на их службу или нет, не могу сказать. На пересылке там сдружился тоже лейтенант, тоже оружейник, с Эмбо ехал. В Казахстане был такой аэродром, Эмбо. Он попал в Кабул на позицию подготовки ракет. Встретил там тоже своего однокашника со своей роты, Сусоева. Он тоже на вертолеты, ну, я не знаю, куда он попал, в какое место, потому что потом мы, ну, в принципе, не пересекались больше нигде. А в соцсетях как-то нашел, но потом человек пропал, даже не знаю, какая его судьба. То есть мы уже, вот, уже наш, так сказать, выпуск ехал. Хотя вроде бы и по закону там через год только нужно было, можно было посылать лейтенантов. Но это не соблюдалось, потому что вот мы технари, когда приехали, вот у нас, во всяком случае, в нашем отряде почти все бартехники, все начальники групп были выпускники 86-го года. Это весна 87-го было. И почти все летчики-операторы, или, ну, во всяком случае, большинство летчиков-операторов и правых летчиков на Ми-8, тоже выпускники 86-го. Это вообще, они выпустились осенью, а уже тут и ехали в Афган. То есть их совсем оперативно подготовили к выполнению интернационального долга. И мы вот на пересылке, пересылки, вот, побыли дня 3-4, отвратительный случай там не виден был, когда вот эти вот комендантские, рота какого-то офицера мутузила. Ну, там, ну, выпивший был человек или пьяный. Пересылка эта славилась своим скотским отношением к людям, вот, которые едут на войну, с войны. И, потому что у нас был командир экипажа на Ми-24, Крылов, вот, он приехал с таким конкретным фингалом, тоже, на пересылки получил от комендатуры. Тыл надежный был. Вот, то есть это очень не понравилось мне тогда. Вот, ну, где-то через дня 3, наверное, все-таки ночью рано нас подняли, отвезли в Тузель. Довольно долго мы проходили все вот эти процедуры. Ну, таможня, если, ну, как-то организовано, может, было неважно. Или самолет задерживался тоже, что там это от вылета. Ну, в конце концов, нас загрузили, не очень много людей летело. Ну, скажем, для Ил-76-го загрузка неполная была. И вот мы прилетели в Кабул. Сразу, конечно, впечатление. Ну, это 21 марта я прилетел в Кабул, как раз на Новый год духовский. Потому что в эту ночь там у них фейерверки со всех сторон стреляли. И так-то там с этим проблем не было, стрельба каждую ночь. А тут особенно оно было там много. И прилетели тоже там на пересылку поселили нас в этих деревянных бараках. И, наверное, неделю я просидел. Спрашиваем, когда в Кандагар? Там идет операция. Стандартный ответ был. Идет операция, ждите. Ну, и ждем. Ну, кормежка так себе, совсем грустная. Вроде бы и магазин есть, но у нас-то чеков нету. И там ходили, толкались. Вечером там кино какое-то нам показывали. Еще там какие-то анкеты заполняли. Пообещали моих командиров в прежней моей эскадриле выпороть за то, что записи у меня в удостоверении должности нет. Это прохлопал начальник штаба и прохлопал. Ну, не знаю, была ли там какая-нибудь реакция или нет. Потому что... И все-таки через неделю сказали, все, летит самолет в Кандагар. В Ил-76 двухэтажный, пассажирский, загруженный. Ну, мы пришли, нас человек может 10-15 советских воинов, интернационалистов. И смотрим, бартехник эту сетку между салоном этим натягивает. Ну, мы смотрим, что такое. Он говорит, да сейчас зеленых повезут, говорит. И вот нас было человек 10-15. И полный самолет загрузили вот этими. То ли новобранцы они там, то ли какая-то часть уже. Ну, бог его знает, я еще тогда не понимал. Этих афганских воинов полные загрузили. И мы в Кандагар полетели. Прилетели в Кандагар. Открылась рампа. И уже сразу почувствовал, что вьюг такой. Горячий воздух. Вот тут встречают нас уже, кричат. Кто, кому приехали? Я говорю, я вот к Расколупе, Роману. Хотя я знаю, что мне в Лашкаргах надо. Я говорю, о, отлично, Ромка здесь. Я говорю, да мне же вроде бы. Все, а я же тогда представления не имел, куда я еду. И что у нас эскадрилья на четырех точках сидит-то. И мой заменщик его я менял как раз вот в Кандагаре. И находился. Я все, меня тут же сразу под белые руки привезли. И вот заменщик, все, радость. Я говорю, ну, а мне же в штаб надо, блин. Мне говорят, успеешь ты туда слетать. И тут же сразу, ну, не в этот день, на следующий же день. Пошли мы на стоянку. Мне мой заменщик показал вертолеты. Сказал, что мы, знаете, ключи от группы. И, в принципе, и улетел. Ну, а я что, начал работать. Хотя, там я впервые увидел МИ-8 МТ и МИ-24 П. Для меня эта техника совершенно. Мало того, что я еще кто-то не очень освоил. И все, тут же с места в карьер. Для людей, которые не очень осведомлены о том, что там происходит. Расскажите, пожалуйста, чем ваша служба вообще, в принципе, должна заниматься. Да, техническая служба, авиационно-техническая служба. Да, мы занимаемся подготовкой авиационной техники к вылету. То есть, летчик летит, парит в воздухе, выполняет боевые задачи. Но перед этим очень большая идет работа. Нужно вертолет или самолет, вообще летательный аппарат заправить. Если это боевой, его зарядить. Плюс, помимо нас, техников, куча там и диспетчера есть, и метеообеспечение, разведка. Но если чисто техническое, да. У нас, по моей специальности, авиационное вооружение. Я должен подготовить авиационное вооружение. И оно должно быть исправным, заряженным, снаряженным, согласно боевого задания. В принципе, варианты вооружения у вертолетов. Ну, будем говорить о вертолетах, потому что я на них служил, да. Большое множество, там техника серьезная. И, согласно заданию, я должен подготовить эту технику. И непосредственно там, в Афганистане, у нас большого разнообразия не было. Уже к концу войны, в принципе, все вот эти эксперименты закончились. И уже поняли, чем занимается вертолет, его боевая ценность, что он может сделать, куда, чего ему лучше не делать. Опять же, решаемые задачи менялись, ну, со временем менялись. Потому что противник менялся, правильно, появлялись новые средства ПВО. Тот же противник, ну, что, тоже не стоял на месте. Они совершенствовались, они совершенствовались, мы совершенствовались. И поэтому уже к концу войны, в принципе, определились. Вот, у нас штатное вооружение наших вертолетов Ми-24, это было пушка или пулемет, и два блока. У Б-32 или Б-8. Вот, с 80-ми миллиметровыми снарядами. На Ми-8 два блока у Б-32 или вообще без вооружения. Потому что вот эти уже кавалерийские атаки ушли в прошлое, потому что вертолетами бомбить уже перестали. Потому что единственное, что могли осветительные бомбы бросать. А уже непосредственно бомбово-штурмовые удары, это уже исключительно перешло все к самолетам. И то стингеры их, вернее, ну не только стингеры, вообще ПЗРК прогнал на большие высоты, выше пяти тысяч. Обычно, если в мирной жизни основной вид подготовки это предварительная, потом предполетная и послеполетная, то на войне в Афганистане основной вид послеполетная. Прилетели, заправили, если есть замечания, устранили и тут же зарядили. Так как вооружения, задачи были как бы стандартные, да, и вооружение тоже стандартное было. Пушка заряжена, блоки заряжены, ракеты, штурмы, если их использовали, поменяли трубы. И зарядили вот эти кассеты-ловушки АСО, потому что без них не летали. Еще в мои обязанности входило, естественно, когда прилетает вертолет, бывают неисправности. Когда оружие там, пушка заклинило или пулемет заклинило, нужно их расклинить. Бывает, что Нурсы не сходят, но на это как бы не обращали, но со временем обращали внимание. Потому что заряжаешь полный блок, он прилетел, а один снаряд все время остается. Уже понимаешь, что что-то не то. Либо снаряд не такой, либо это. То есть, начинаешь уже устранять эти неисправности. Меньше говорю о Ми-8, потому что у них и меньше вооружения было. Там у них ПКТ носовой был, кормовой был, ну и блоки. Ну, они как бы чисто было вспомогательные такие. Вот таких ударных функций, как вот в начале войны, они уже не исполняли. Они вот были, ну, там, зачистить какую-то территорию, кого-то пугануть, шугануть. Потому что были случаи. Ну, как случаи были. Вот летом жара. Все-таки жарко, вертолеты не тянут. Мне говорят, снимай блоки, снимай фермы. Сняли. Пару вылетов сделали, говорят, грустно все-таки. Хоть чуть-чуть, а чем-нибудь стрельно. Все, мы начинаем тащить. Вешаем фермы, вешаем блоки. Полетели тяжело. Фермы оставь, блоки сними. А блок снаряженный почти там 200 килограмм, 250 килограмм примерно весит. Ну, и 32 снаряда вот этих вытащить, уложить. Если С-8, у него конструкция более такая удобная. Там вытаскиваешь, и стакан у него остается. То есть, с пятой вытаскиваешь, ты еще должен перышки сложить, и стакан вставить. То есть, мы руки. И мы иногда делали как? Подкатывали тележку, и вот целиком блок. Бум, сбросили. Дури много. Оттащили в сторонку, его положили. Следующий вылет прилетает, говорят, вешай. Все, мы его быстренько подкинули, повесили. И вот туда-сюда перекидывали. Бывало. Ну, а ПКТ, ПКТ, вот у Бартехника стоял, в носовой части и в кормовой. Когда я приехал туда, на всех 24-ках висели УБ-32. Я пытался буквально на днях, когда готовился сюда поехать, у своего заменщика, я с ним общаюсь хорошо, Рома Расколупа, хороший парень такой. Он сейчас, до сих пор работает на технике, уже, правда, гражданским человеком. Говорю, Рома, почему на всех бортах висели Б-32? Потому что фотографии смотрю эскадрильи, там, в других отрядах. Он говорит, я, говорит, уже сейчас не помню. И присылают мне фотографии, говорит, у вас тоже бы восьмые висели. Он говорит, может быть, нужно было или снаряды расстрелять, или еще что-то. Ну, не помню. Но тот факт, что, когда я приехал, висели вот эти Б-32. И также по накатанной я их продолжал заряжать. Летчики летали, никаких претензий. Но у летчиков были претензии к пушке. Каждый вылет она клинит. Каждый вылет она клинит. А я понимаю, что ее надо чистить. Что-то не то. Ну, я-то конструкции не знаю. Я в училище изучал ГШ-23, но там она все-таки чуть-чуть другая конструкция. Тут вот эта махина. Ну, и летчики прилетают, ругаются. Ну, что я скажу? Ну, я понимаю, что нужно ее чистить. А как, я не знаю. И поначалу было, конечно, очень тяжко. В этом плане до того дошло, что я решил, что нужно ее все-таки чистить. А тут произошла замена. Приехал новый состав эскадрильи. Этих старики все уехали. Тут пока новая труска. И они только приехали. И я для них как бы чужой тоже. Меня там пытаются построить. Почему не стреляет и все прочее. И тут мне дает команду командир отряда Балашов. Вячеслав Вячеславович. Вот. Повесить Б-8. Я на все борта вешаю. Но на один борт получаются блоки старой конструкции с обтекателем. Ну, прежде чем отправлять их в полет, нужно проверить. Ну, на всех остальных вроде бы идет проверка. А на этом не идет, хоть убей. И главное, у него широв-то нету таких, чтобы этот прибор-то подсоединить. Я и так, и сяк. Ну, не могу ладу дать. Ну, как проверить? Эти блоки. Это я сейчас понимаю, что еще был молодой, глупый. Вот. Можно было плюнуть, да поехать где-нибудь взять эти блоки на том же складе. Ну, я тогда еще не знал. Вот. Потому что опыта никакого не было. Вертолеты с вылета приходят, заруливают две восьмерки. Ну, так они как-то мило рулили, что друг другу обрубают за концовки лопастей. Там Кинокентий Гурлев был. А второй, кто был, я не помню. Я думаю, вот это пацаны крутые приехали. Так они тут начинают здорово службу. И тут меня мысль пробивает. Как же можно еще этот блок проверить? И я тут на этот вертолет сажусь. Тут от боец опаю. Говорю, запускай. Все включаю. Боец подошел, так стоит и смотрит, что ж я там делаю. Ну, я че на боевую кнопку. Ба-бах! Этот боец метров на пять отпрыгнул. Я думаю, прибор что ли взорвался, блин. Понять не могу. Глядь. О, мама дорогая, гильзы лежат от пушки. А я пока там думал-думал этим. Галетник у меня на пушке стоит. Ёлки! А впереди Ми-6 стоит. На нем люди работают. Снаряды рядом пролетели. Они как горох с Ми-6 слетели. Но тут как-то оно прошло, потому что больше там этими лопастями были озабочены. Но все равно на меня наехали. Ну, я тоже лейтенант Борзый. Я говорю, вы задолбали. Вы, говорю, умные очень. Меня вы тут оставили одного в Кандагаре. А работал я один с солдатами. Потому что прапорщик, который остался от прежнего этого. Все заменились, а его не меняют. Он благополучно упал на замену. И не работает ничего. И я-то, в принципе, еще молодой. Не знаю, как его заставить. Да и как его заставишь. Ему пофигу уже все на свете. Ну, я тоже возмутился. Говорю, ну, пусть, говорю, начальник группы приезжает сюда. Тут и работает. Потому что в Кандагаре все-таки была точка, наверное, самая сложная. Не потому, что я там был такой. А потому, что в Кандагар со всех четырех точек приходили борта на регламенты. И мне приходилось их разряжать, расклинивать. Естественно, на регламенты отправлялись с неисправностями тоже. Все вот это мне приходилось разруливать. А вот эти солдаты, которые должны были вам чем-то помогать, их функция – это переноска тяжестей? Нет. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Ну, вот сейчас вернусь к своей пушке. Когда я понял, что ее все-таки нужно чистить, вот, я снял, разобрал ее, почистил. А собрать не могу. Потому что не знаю как. Там же пружина несколько тонн усилия. И должен быть специальное приспособление, которое сжимает. Но ее у меня нету. А может быть, она и была, я просто не знал, как она выглядит. И я и так, и сяк. Я уже в шоке, думаю, привел в неисправность этот боевой вертолет. Хотя я сейчас прекрасно понимаю, что это не моя проблема была. Пошел бы, он доложил, что он неисправен. Пусть кто хочет, это и решает проблему. Иду в ТЭЧ. Регламенты, говорю, ну, там же специалисты. Прихожу, говорю, ребята, выручайте так и так. Они говорят, а мы, говорит, не разбираем на регламентах пушку. Вот это номер. Там капитан, начальник группы регламентных работ, умный, грамотный специалист. Но он тоже приехал с Су-24, совершенно с другой техники. И как собрать эту пушку? Я не знаю. Я в таком грустном состоянии возвращаюсь. Бойцы ее как-то собрали. Большое им спасибо. Я говорю, собрали они эту пушку. Мы ее поставили на место. Все хорошо. И вот в тот день, когда я стрельнул с пушки. И там возмущался по поводу того, что я тут один с солдатами работаю. В принципе. Приехал мой прапорщик. Прапорщик Султаншин Рашид. Он с Далгопилса приехал с Су-17. Но это было, конечно, удачное такое течение. Ну, не обстоятельство, что он приехал. Он был настоящий оружейник, работяга такой, умный. Ну, со своим сгонором, как все мы нормальные люди. И вот благодаря этому Рашиду мы, в принципе, вместе с ним изучили эту пушку. Научились ее собирать, разбирать, чистить. Мы, в принципе, наладились. И уже, ну, к июню, июлю месяцу мы уже с пушкой были на «ты». Вот я вот смотрел свои записи, что я и полковым помогал, и в Лошкаревку тоже прилетал, помогал. И с Фарахруда, вот здесь у меня есть запись, кто будет слушать, пусть не думает, что я там выдумал. Это я могу показать. Я тогда записал, я про это забыл. Вот, что я починил неправильно собранный приемник, который с Фарахруда туда в вертолет прилетел. Плюс расклинить помог и рассказал ребятам, как это мы делаем в Кандагаре этим, в Лошкаргахе. Ну, по этому поводу хочу сказать, что, да, технику знали слабо, потому что ты раз такое делай, я там не знал, что с этой пушкой сделать. Не знали ребята, как делать. С того же Шаджоя мне там присылали, на регламенты приходит заклинившая пушка. То ли они не хотели ее расклинивать, то ли не знали, как ее расклинивать. И вплоть до руководящего состава, вот инженер полка Кандагарского, ну, мы как, не напрямую подчинялись, а как, они нас курировали. Вот, ну, как курировали. Идет инженер, смотрит борт на регламенты, в Ми-8 пришел. Он, глядь, стволы, а там разных типов снаряды, это запрещено. Вообще, даже одной партии нельзя, разных партий, вот, а тут просто разных типов. То мы обычно просили, говорит, летите на регламенты в пустыне, расстреляйте их, чтобы они не были пустыми. А не расстреляли, они вот. Он, глядь, ого, чик, телефон в Лашкаревку. Вы почему заряжаете эти вертолеты разными снарядами, типами в Лашкаревке? О, безобразие какое. Кто у нас в Кандагаре? Артюх. О, гад такой. И потом, когда это, тогда же начали нам 13-ю платить, мне прилетает инженер эскадрилья, говорит, мы тебе 50% сняли. Я говорю, за что ты заряжаешь снаряды разных типов? Я говорю, ребята, вы не очумели? Говорю, вообще-то борт ваш был. Да? Говорю, да. Ну, тогда ты с пушки стрелял, всё равно тебе 50%. А с какой целью заряжали снаряды разных типов? Ну, что было под руками, то и заряжали. Дело в том, что С-5 тогда уже применяли поменьше, и вот их уже стали меньше возить на склады. И потому, видимо, уже подгребали, что было. А тем более в Лошкарёвке они удалённые. Мы уже даже в Кандагаре, вот уже в конце моей командировки, мы тоже всё подряд. То обычно заряжали эти коммунитивно-осколочные, у него встроенный пьезовзрыватель, было, ну, зарядили или зарядили. А эти приходили, их нужно было вкручивать в взрыватели. И, естественно, это и трудозатрата, а всё равно, вроде бы там у них с зимы уже была политика национального примирения, но мы что-то там работали, вот я смотрю свои записи, вот всё больше, больше, больше с этим национальным. И потому так и заряжали, то, что было, потому что уже расстреливали остатки. А в части пушки, вот чистка пушки, что это за процедура, насколько она трудоёмкая и сколько времени занимает? Чистка пушки. Пушка сама, конечно, орудие довольно тяжёлое, там один не управишься, лучше даже втроём или вчетвером. Ну, молодые были горячие, вдвоём мы могли её и сбросить, и пушку нужно было снять, снять приёмник. Основная проблема была, почему она клинила, образовывался нагар на поршнях, поршнях, цилиндрах. И когда его уже совсем много было, пушке просто сил не хватало её передёрнуть. И потому снимали, ну, естественно, разбираешь этот приёмник, все детали промываешь, прочищаешь, и особое внимание мы уделяли поршням. Вот, вот это было самое главное. Вот, стволы мы даже не банили, это, не трогали их, вот, и сам приёмник. Рашид Султаншин, конечно, спасибо ему огромное, говорит, я, говорит, разговаривал с одним ветераном войны, оружейником, во время войны был. Он рассказал, что они пушки и пулемёты не разбирали. Говорит, целиком бросали в противень с бензином и механизмы, так, 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 и оно очищалось. Я говорю, здорово, конечно, но пушка здоровая, такого противня не найдёшь, чтобы её туда-сюда кинуть. И он предложил, что, не снимая пушки с вертолёта, вот, выставляли в среднее положение кинематику, приёмник отодвигаем, и в этом положении можно было свободно достать поршня. Достаю поршня, чистим, всё, вот, их промываем и обратно. И стали мы на ленту, на саму ленту, ложить прям кусками смазку номер 9. И при стрельбе вся вот эта смазка проходит через кинематику, и она выбрасывала всю грязь и всю эту гадость. И пушки у нас начали работать без этих, без кленов, и было всё так здорово, что мы разбаловали своих лётчиков. Они всегда были уверены в наших, что пушки у нас работают всегда очень хорошо. Взяли борт в полку 280-м, наши лётчики полетели, бум, пару снарядов у нас, и заклинило. Ну, прилетели, ругаются, ставим сразу претензии полковым. Звонит мне инженер полка и спрашивает меня, кто летал на этом борту. Ну, такой-то пилот, я сейчас уже не помню, кто. Сколько секунд он держал на боевую кнопку? Ну, во-первых, бог его знает, сколько лётчик держал на кнопку. Не я же там сидел с ним. Я говорю, а в чём проблема-то? Я говорю, понять не могу. Вот он долго держал, и пушка заклинила. Я так слушал, не пойму логики вот этой. Дело в том, что там, ну, сколько ни держи, она больше, чем надо, не выстрелит, потому что там режим есть. Темп малый, темп большой, очередь длинная, средняя, короткая. То есть она, там отсечка идёт. А у нас лётчики вообще приноровились по одному снаряду. Темп малый, очередь короткая, они по одному снаряду стреляли. Очень здорово. Не понять не могу. И вот он меня такие вопросы задал. Думаю, ёлки-палки. А потом у этого начальника группы, полковод спрашивает. Говорит, ты что, говорю, ему наплёл? А он смеётся, говорит. А там, ну, даже не клин был. Там она была такая грязная, что она просто стала в среднем положении. Сил не хватило ему выкинуть это. А лётчики, лётчики очень любили эту пушку. Стреляла она очень хорошо. Был у нас Сергей Бухвостов, капитан. Вот он прилетал с каждого вылета. У него блокнотик был. И по каждой пушке он делал отметочку, где какие поправки делать. И он стрелял, конечно, просто. И вот частенько с Серёгой Бухвостовым летал. Вот я видел, как он одним снарядом дерево срубал. Вот это действительно не преувеличение. Да, вот он бум, готов. Ну, прежде чем мы научились, пришлось немножко попотеть. И у пушки есть, ну, как и у всякого агрегата, имеется ресурс. У пушки, если не ошибаешь, 6 тысяч выстрелов. Ну, сейчас я могу уже ошибиться. Всё-таки 30 лет прошло. Смотрю по своим записям. Одна пушка уже настреляла. Вот, еду на склад, получаю новую пушку. Ставить, ставим. Летят лётчики, говорит. Они, говорит, ну, не ложатся, как надо в одну точку, а параллельно снаряды ложатся. Ну, мы крутили, вертели. Особо-то некому было этим заняться. По идее-то в течь нужно было загнать. Да пусть они там мишень поставят. Ну, там тоже такие специалисты были, которые... Вот, и мы, в конце концов, худо-бедно как-то свили эти, что они более-менее стали стрелять точно. И уже смотрю, на других пушках подходит ресурс. Думаю, да ну его нафиг. Буду-ка я там писать поменьше. И стреляли они уже с перевыполнением своего ресурса. И, наверное, их так никто и не заменил до того времени, пока эскадрилья ушла с Афгана. Сам процесс пристрелки, насколько он необходим был, без него обойтись реально было? Кто их пристреливал, я не знаю. Но мы конкретно с пушкой не пристреливали. Лётчики, вот я говорю, они сами уже смотрели по каждому борту, какую делать поправку. Ну, тот же Серил Габухвостов себе записи. Наверное, он делился со своими товарищами. Вот, то есть, лётчик, он вылетает. Может, из тех, кто не делал. Ну, вылетели и там пару раз стрельнул, посмотрел, как стреляет пушка. В принципе, это у них, скорее всего, так было. А вот, именно, чтобы выставлять мишени, я такого не видел, чтобы было. Пулемёт мы вообще по отвертке пристреливали. Это не анекдот. Вот, это, да, это было такое вот. У нас, у меня в отряде был единственный Ми-24В, номер 37, несчастный, злосчастный. Вот, как техника не хотела летать, а её заставляли. Потому что, когда я приехал, он стоял. У него пуль где-то наловил, что-то у него там не ладилось. Мы там долго регулировали эти, тот же пулемёт. Вот, потому что лётчик хочет, там, если нормальная работа, лётчик ставит на себя, и пулемёт становится по курсу. И он стреляет, как из пушки. Этот уходил в сторону, куда-то начинал стрелять. Мы стали пристреливать. Ну, я помню, в училище мы там какие-то сельсины изучали, и всё, вот это же КПС, там сельсины эти стоят. Мы начинаем их там ворочать. Это я не враньё, так оно и было. Мой прапорщик держит отвертку и смотрит, куда стволы смотрят. Ну, параллельно стволам. Я прицел навожу. И вот, я прицел на дерево, или там на столбик на какой-то. Вот, он отвертку, и начинаем крутить. Бас, вроде бы свели нормально. Потом уже туда дальше мы нашли визир, который вставляется в этот ствол. И уже с визиром, ну, это вообще уже цивилизация была. Куда там уже перекрестья, там все сельсины покрутили. Но так мы ладу и не дали этому борту. Так он у нас и, ну, не то что стрелял. Ну, несчастный борт был. Он не хотел летать, потому что раз эти забоины на лопатках, на двигателе сменили. Два часа налета, опять забоины на том же двигателе. Опять мне. То борттехник ногу сломает, то еще что-то. Пулеметы. Я получил второй пулемет, чтобы этот клинит. Мы меняем на другой. Пока он летает, мы тот чиним. Как-то расклинивали этот пулемет. Вот, до того, до расклинивали, что он не на голову упал, кровь текла, вот мучились-мучились мы с ним, с этим пулеметом. Потом ствол разорвало на одном пулемете. Мы взяли, нашли на складе патроны SLGL, сложный патрон с двумя пулями. Ну, подумали, вообще здорово. Так-то у него скорострельность, там, 4000 моря огня. А тут вдвое больше пуль. Это вообще же здорово. Ну, зарядили, летчики прилетают. Ой, вообще классно. Но оказалась проблемка. Там же рука в подаче очень большой, Ми-24. И пока он идет, дольца, слабая заделка была первой пули. И некоторые пули выпадали, порох высыпался, и заряд совсем слабый. И такое получилось, что, видимо, заряда не хватило, пуля одна застряла, следующая бац, и его разорвало. Ну, что, грустно, конечно, было. На меня тоже начали ругаться. Я говорю, не, ребята, я говорю, потому что я у инженера спросил, можно или нельзя. Он сказал, что он не знает, можно ли мне его применять или нельзя. И остатки потом этих патронов мы отдали спецназовцев. С утеса они стреляли. Ну, в утесе шел, рядышком. Там вообще они были в восторге от этих патронов. И вот пулемет, конечно, он у нас кровушки попил. Мы тоже там использовали вот этот вариант. Тоже смазку ложили, что он смазывал. Ну, все равно клинит и клинит. Клинит и клинит. Ёлки-палки. А потом мы как-то прилетели в Лашкаргах. Я там, ну, по делам летал. Мне тоже подходит оператор, говорит, пулемет заклинил опять. Ну, я подхожу, он не заклинил. Он этот, оборвал ленту. Ну, и вот тут же его зарядил, и все. Как к бабушке отходило. Как начал стрелять, стреляет и стреляет. Мы только ленту добавляем, чтобы не это, не сглазить. И вот он полтора месяца, вот пока вертолет не сбили, вот он стрелял у нас. Хотя с этим пулеметом тоже была там неприятность. Начали заряжать ленту. В ленте патрон взорвался. Моему второму прапорщику. Чуть попозже приехал Ричард Гаспорович. Сдау Галупился тоже с МиГ-27. Там вертолетчиков у меня не было. Он взорвался, патрон. Потом порошинки, не сгоревшие, посекло лицо. Он говорит, я пойду в санчасть. А он был настоящий такой прапорщик. Он уже в годах был. То есть он от Афгана все решил взять. Думаю, сейчас ранение обеспечить. Я говорю, слушай, Ричард, сейчас нам будет капут полный. Говорю, ну. Он, не, не, я поеду. Ну, я же не могу ему стоять смирно. Ну, не тот случай. Ну, он поехал. Не успел я приехать в модуль. Мне уже говорят, ты чё? С Кабула звонят. У тебя тут снаряды взрываются. Люди там штабелями убитые лежат. Вот. А там же прямая связь была у санчасти. На ранение эти царапины не тянули. Ну, на доклад обязательно тянули. Вот и всё. Оно таким длинным путём вернулось. Уже там такие страхи были, что... Грустно. На следующий день, как специально тут летающая лаборатория была в Камдегаре. Приезжают какие-то мужики такие, подполковники, майоры. Слегка непохмелённые. Ну, лейтенант рассказывает, что у тебя тут такое. Ну, вот так и так. Говорю, вот, вытащили нас, начали переворачивать. Он разорвался. Ну, лейтенант говорит, ты дура, говорит. Должна быть деревянная подстилка, когда ты такие работы выполняешь. Я думаю, вы, конечно, грамотные мужики, ничего не скажешь. Ну, мне ещё тут осталось с собой деревянные подстилки таскать. С этим объёмом работы. Я говорю, ну, да, виноват, что же делаешь. И они поехали. Через 10 минут возвращается инженер полка. Ну, не по вооружению, а именно вообще зампояс. Говорит, у тебя спирт есть? Я говорю, есть. Ну, давай. Ну, всё. Моя эта проблема была решена. В части смазки, вот эта знаменитая афганская пыль, она насколько мешала? В механизмах она появлялась, в смазке участвовала? Ну, для пушки, так как она у нас постоянно обновлялась, эта смазка, за счёт вот этого вот движения постоянно. Борта были очень грязные от этого, но работала кинематика очень хорошо. Выли было, конечно, очень много, но техника была надёжная. Очень надёжная, потому что, может быть, и на замках что-то было держателей, но бомбы мы не бросали. Вообще я там ни одной бомбы не бросил. И вообще там при мне вертолётчики уже их не бросали. То есть вот эта кинематика, и вообще они были взведены, и всё. А для блоков, для пушки, как бы пыль. Да, пыль была, её было очень много. И тоже какие-то проверяющие приехали ко мне. Площадка подготовки боеприпасов. Ну, зашли, посмотрели контейнер. Открываешь, что у тебя здесь? Ну, здесь у меня взрыватель. Открываю. Ах, почему тут пыль? Говорю, вот это вопрос. Тут по нескольку раз на дню вертолёты летят, тут пыль поднимается до неба. И спрашивают, почему в контейнере пыль? Нет, я бы не сказал, что она сильно для вооружения была. Может быть, для двигателя ещё это влияло. А вооружение у нас было очень надёжное, хорошее, скажем так. Оно было сделано на славу. Я неоднократно встречал в литературе, в основном пехотинцы пишут, что в качестве бокшиша частенько получали от лётчиков так называемые «нурсики». Некие колпачки, которые использовались в качестве рюмок. А вот что-то ещё вот таким нетиповым образом с вооружением могло использоваться. Знаменитые «нурсики» – это стаканчики с пятых снарядов. Пластмассовые стаканчики, которые держали оперение в закрытом положении. Сам стаканчик, а снизу, как бы, крышечка, вот такой маленький стаканчик был. Вот это и был «нурсик». В 95-м году прилетели в Моздок, как раз на Старый Новый Год, заселились. И, ну, Старый Новый Год приехали и решили это дело всё-таки отметить. И тут открывается дверь, заходит генерал Павлов, Сурзуков, наш бывший командир полка, наш нынешний командир полка, Чадаев. Ну, проверить, как лётчики устроились всё. Ну, и Павлов говорит, о, с «нурсиков» пьют только афганцы. Есть афганцы? Ну, у нас там много. Говорит, ну, давайте мне. Ему тоже налили, он с нами был. Ну, это такое отступление, вспомнить очень хорошего человека, уважаемого, действительно. И вот эти вот нурсики, да, использовали мы частенько, как тару при распитии напитков. А что ещё из вооружения? Из вооружения, конечно, дрова. Это было очень, у нас было много ящиков от боеприпасов. И они шли на постройку всего, и помещений, и мебели, и, ну, всё-всё-всё. И те же афганцы имел большой спрос. Раньше ещё, ну, у тех же самолёчков бомботары там хорошие, бруски такие были. То есть, плюс в этих ящиках от нурсов ещё вот эти перегородочки были. Они тоже хорошо шли для, ну, в печку топили, потому что. Плюс они усиленные были такими металлическими выштамповками, довольно крепкими. Из этих выштамповок тоже там какие-то конструкции скручивали. Снаряды, которые взрыватели, пробки были из такого, ну, пластика. Вот. И тоже хорошо использовался для топки в печку, накидаешь, но горит как куголь. Так что, ну, вооруженцы были в почёте, вот, в этом смысле, что у нас были и дрова, и уголь, и спирт, кстати, у нас больше всех было. Ну, из специалистов, у нас и у радистов был спирт. А спиртом что в вооружении? Спиртом мы протирали кассеты, вот, АСО. Вот, АСО. Ну, коптились, и там на одну кассету 50 грамм спирта. То есть, если поначалу у нас на борту было 4 кассеты, потом борта доработали, их стало 6, то есть, ну, представляете, сколько, да, спирта у нас было, как бы, много. Но, опять же, весь объём не получали, потому что тоже командиры на это косо смотрели всё-таки списание. Кстати, акты на списание спирта у меня до сих пор лежат. Тогда, когда уезжал с Афгана, взял их на всякий случай, мало ли что. А потом уже, вот, уже, когда тоже стал вспоминать Афган, очень здорово помогли, во-первых, там номера бортов, заводские номера были. Плюс, более-менее по списанию спирта можно было вспомнить количество вылетов, кто какие делал. Вот, это да. И вот мы вот это, как бы оно считалось для протирки, ну, конечно, протирали, но не так активно, как это должно быть. И такая история. Приходит начальник ГСМа ещё с каким-то мужиком ко мне на стоянку. Так, как ты списываешь спирт? Я говорю, ну, так вот, у меня акты, вот, то, сё. Вот, ну, он читает, там, в акте написано, приказ такой-то, туда-сюда. Он говорит, а ты читал этот приказ? Ну, кто его читал, кто его видел? Мне, как вот, мой заменщик рассказал, говорит, вот, списываешь вот так, вот тебе образец для этого списания спирта. Я говорю, да где я его мог почитать? Говорит, ты знаешь, что в приказе говорится о Су-25, а о вертолётах там ничего нет. Я думаю, вот это номер, а я уже получить успел, там, я не знаю, сколько спешу. Я говорю, нифига себе, весь мой гонорар за афганскую компанию уйдёт на это. Я говорю, да бог его знает. Я говорю, ладно, говорит, в принципе, мы не к тебе пришли, мы к радисту. Парень был такой ершистый, и что-то, видимо, они там не поделили. Ну, меня слегка напугали. Я приехал в Афган на должность старшего техника позиции подготовки ракет. А через некоторое время, тоже одиночной заменой, приехал сам начальник позиции подготовки ракет. Ну, я здесь в Кандагаре, он туда в Лашкаргах улетел. Он получил спирт, и благополучно его, видите, львы, ну, гульнул хорошо. А наш КМС-ка Косенков, он за это дело строго карал, и его оттуда отправили. И я тут, карьерный рост, сразу стал начальником позиции. И с первыми актами приехали, там что-то начальство жмется, нам расскажут. Да тут, говорю, этот гулял, потому-то у вас такие проблемы. А Косенков, вот, да, я хочу вспомнить своего командира, очень был замечательный человек, пресекал все вот эти шаг влево, шаг вправо, потому что он второй раз был в Афгане. И он, ну, я уже с ним где-то в 98-м году встречался, вот, он рассказывал мне, говорит, я, говорит, себе поставил задачу вернуть всех живыми. И у нас в эскадрилье не было ни одной глупой потери. Мы ни одного борта, просто так, у нас было потери, 2,24-ки у нас были сбиты. Они бы, да, реально были сбиты. А так, чтобы где-то разложили, там, хулиганили. То есть он это все пресекал. Вот буквально прилетели, ну, вот, они только приехали, уже в апреле месяце, тоже, вот, в самом начале, в Шаджо, и один летчик, ну, тоже второй раз в Афгане, он уже бывалый. Ну, и начал класс показывать. И об скалу снес бороду, прицел, ПМ. Бороду снес, вот, и КМС-ка его отправил в полк служить в Кандагарске. Вот, не то, что там, типа, легче служить, просто там другие задачи. И он, говорит, хоть они вместе давно служили, вроде бы, и в таких и приемах. Он говорит, мы, говорит, всю ночь там в бане сидели, он меня уговаривал, и он сказал, нет, говорит, езжай туда. И все, ну, человек там нормально дослужился, получил два ордена, один красный знамя, красные звезды, но, он, как КМС-ка, там другие задачи, говорит, нет, тут этого не нужно. И вот он с этим, в принципе, боролся, и вот результат был хороший, потому что до нас, вот, кого мы меняли, они много бортов потеряли, и причем были такие потери, которые, ну, неоправданные, скажем так. Расскажите, пожалуйста, о каком типичном дне оружейника и дне, когда работа была выше крыши. Типичный день в нашем 200, ну, в нашем отряде. На тот момент у меня уже был полный комплект, я был начальник группы и три прапорщика, вот я уже рассказал, Султан Шинрашид, Ричард Гаспарович и Юра Смеленец. Юра Смеленец, это вообще, говорю, как человек туда попал, ему было 45 лет, он старый, по жизни его кидал, а кем он только не был в жизни, и милиционером, я не знаю, его, наверное, и старателем, и под конец жизни он оказался в Ереване, приехал единственный вертолетчик, кто с Ми-24В приехал. Но буквально через месяц мы поняли, что человека допускать нельзя к этому, к технике, потому что он ее просто не знал и не понимал. Говорим, Юра, ты знаешь 24-ку? Знаю, вот на регламент идет наша вышка, разряди ее. Он ее подходит этим ключом, хлоп, ба-бах, руками, ой, ой, что он стреляет опять, ба-бах. Ну, Бартехник его отогнал, он не знал, что нужно этот замыкатель откинуть-то просто, чтобы не стреляло. Другой раз заряжал Осошки на 24-ке, чуть Бартехника не убил. Бартехник рядом стоял, он начинает, кассету встал, начинает крутить, вылетает Осошка и Бартехнику прямо в челюсть. Ну, вот такой контингий. Вот у меня уже был полный комплект. Обычно, ну, летом рано выезжали, где-то в часа три, вот так вот. Еще до жары нужно было сделать два вылета примерно, в среднем делали. Обычно ехал на вылет один человек, ну, мы по очереди раскладывали, у нас как бы три человека, потому что этого Юра мы в конце концов от техники убрали. Он там то баней завел, то еще кто-то. Вот, мы втроем были, да, по очереди ехали с утра, расписались журналы, вертолеты улетели. И после завтрака уже все остальные подъезжали, вертолеты прилетают, и мы начинаем заряжать. Ну, не каждый день они прилетали полностью расстрелявши, и потому что, ну, могли просто полетать, там, забрать кого-то еще. Ну, там пару раз выстрелят с пушки, вот там, может, пару Нурсов, а могли и вообще не стрелять. А когда работали, то идет зарядка. Зарядка, устранение там неисправности, еще чего-то. Все это сделали, второй вылет, тут уже все на стоянке находятся, и то же самое. Прилетели, основной вид подготовки, послеполетная подготовка, то же самое. Устраняем замечания, заряжаем, если что-то есть, и все. Потом едем на обед, вот эта жара, когда днем стоит, днем уже не летаем. И где-то уже потом в часа 4 вечера возвращаемся, и опять там один, а то иногда два вылета. Ну, зимой чуть пораньше, вот, успевали сделать. Вот это обычный вылет. К концу, к концу вот командировки у нас работы добавилось, потому что вот начали снаряды вот эти привозить, и просто их нужно было крутить взрывателем. Плюс ко всему, плюс ко всему, мы то обычно использовали на МИ-24 С-8КОМ. У них встроенный взрыватель, но летчики меня попросили, говорят, зачем нам кумулятивные, дай-ка нам осколочные. И я стал получать осколочные фугасные ОФ, а там нужно крутить взрыватель. Конечно, мы и про пора были недовольны, вот, что личная работа. Ну, я из того исходил, что летчику виднее, что ему нужно. Да. И мы, вот, в конце у нас уже добавилось вот это вот, что много взрывателей. Это нужно ящик открыть, достать снаряд, закрутить, потом ящик опять закрыть, плюс добивали ленты. Вот тоже одна из важных моментов, чтобы пушка справно стреляла, нужно ленты добить, потому что машинкой-то добивает, снаряд не совсем доходит до конца, и нужно вот ручной машинкой добить. Вот это вот работа, вот такой объем работы, который ежедневный был. Ну, оно когда больше, когда меньше. Практически всегда заряжали осушки. Опять же, это зависело, как и расход боеприпасов и осушек, от экипажов, которые летали. Одни мало стреляли, а вот пара бухвостов, беляев, те прилетали всегда практически, все расстреляв. Осушки жгли, вот у меня тут даже в записях, вот Рома типа гаденыш, стреляют эти осушки, как не в себе. А мы потом спросили, вот, того же Саньки Беляева, вы что занимаетесь, чернёй? Он говорит, я хочу жить. Ну, как чувствовал, что его потом избили. То есть, ну, это было, в принципе, правильно. Лётчики делали так, как считали нужно, потому что... Ну, это вот обычный день, вот, как бы стандартный. Сказать, что мы там перерабатывали, или что, нет. Он уже был, как бы, механизм отлажен, вот, если пушка не клинит, ничего, всё это, как бы, идёт нормально. Да, бывали такие моменты, что напрягало. Там вот потом фотография будет, вот, запись у меня есть. Прилетели они утром с вылета, пушка заклинила. Вот, ну, это ещё в начале были, когда ещё попадались клинны. Следующий вылет, мы её расклинить не успеваем. И мы сбрасываем заклинившую пушку, снимаем пушку с другого борта, который не летит, ну, по каким-то причинам. Её туда кидаем, заряжаем. Всё это до того, ну, мы моментально это сделали, чтобы вертолёты улетели вообще без всяких задержек. Как-то летало у нас все восемь бортов, у нас в отряде было восемь бортов. Это было нетипично, потому что обычно летала пара Ми-8, пара Ми-24. А тут какой-то день там, да, то есть где-то, вот, летали все восемь бортов, причём всё, весь БК расстреляли, и тогда даже лётчики помогали. Так-то, в принципе, мы справлялись сами, вот, в тот момент, да, нам вот, помогали лётчики. И ещё в самом начале, когда мне от моего прежнего заменщика у наследства досталась Симурка, машина, это Симурк, трофейный спецназовцы додали, чтобы подвозить боеприпасы, ну, потом у меня её забрали. Я, конечно, обижался немножко, потому что, ну как, мы на руках телега таскаем эти боеприпасы, а командир отряда, вот, приехали, лётчики будут ездить на аэродром. Ну, никто им ездить, во-первых, не разрешил, и потом спецназ просто забрал эту машину к себе, как трофей. Ну, сейчас я понимаю, что мне она сто лет не нужна была, потому что я в машинах ничего тогда не соображал, и толку бы не было бы никакого всё равно. И потому-то мы таскали на тележке, вот это всё, вот, таскали на тележке. Ещё нетипичный, да, наверное, нетипичный момент. 21 января тоже летали-летали, я тоже полетел посмотреть, куда там лётчики летают, стреляют. Ну, тоже мы летали-летали. Я у Саньки Тура, это командир группы спецназа, вот, ну, как-то подруживали. Взял автоматом, полил, куда попади, и даже утку завалил, летели над какую-то реку. Ну, это было чисто случайно, я говорю, что я запомнил. И уже мы возвращаемся к этому, к аэродрому. Ну, совсем немного осталось. Бартехник за пулемётом сидит, этот командир группы сидит на месте бартехника, ну, а я сзади стою, смотрю, вот, прям по курсу стоит машина МАЗ. Иннокентий Гурулёв поворачивается к командиру группы, говорит, будем досматривать. Говорит, да что тут смотреть, вон, аэродром. Говорит, нет, давай глянем. И мы делаем так вираж, садимся, выскакивает спецназ, я следом за ними. Мне бартехник Санька Кузнецов даёт свою лётную курточку, говорит, Балашов, командир отряда там на 24-ке, потому что эти полёты не приветствовались, как бы. Нужно сказать, что, да, летали, но не то, что там герой или там какой-то красавец. Это была чисто такая самодеятельность, и она, как бы, за это не награждали и не приветствовали. Вот, всё это ерунда была, да. Я в лётной курточке с фотоаппаратом выскакиваю, и на счёты она её фотографирует спецназ, на МАЗ залез, всё там, посмотрел. И подходит ко мне боец, говорит, машина полная вооружения, давай на борт, потому что, может, драка случится. Я им там лишний не нужен был, вот, чтобы под ногами не путаться. Сел на борт, и 24-ки начали лупить по кишлаку, потому что в сторонке метров 500, наверное, кишлак был. Весь БК тут выпулили, я с кормового пулемёта в этот же кишлак стрелял. Ну, куда стреляют, туда и я. Расстреляли, спецназ оставили, полетели, тут же зарядились полностью, всё быстро, оперативно, лётчики помогали, вернулись обратно, и опять по этому кишлаку долбили. Ну, и пока там досматривали, ждали броню. Вот, чуть потом уже дождались, подошла броня, этот МАЗ взяли, видимо, там с собой, волокли. И тогда я чуть было Балашова не завалил. Вот, тут задавал вопрос человек по поводу этого расположения ПККТ кормового. Там вправо очень плохой обзор. А январь месяц, небо чистое, ясное, солнышко садится, этот кишлак, и я там трассера опускаю в этот, красиво всё, что... И вот так брон, полетел, брон, трасса летит, и тут выскакивает этот 24-ка, у него перед носом трасса летит. Говорю, выскакивает с кабины Кузнецов, Санька, бартехник. Чуть Балашова не завалил, говорит. Ну всё, я, естественно, стрелять перестал, но мы молчим, мало ли кто там. Так что вот такие вот шалости были, которые могли, в принципе, прийти. И вот тогда вот расстреляли вот эту машину на следующий день. Ну это вообще вот на следующий день ещё... Ну я уже не летал, просто знаю, что спецназ во время вылета ещё два ГАЗ-66-х тоже с вооружением взяли. То есть такая вот под конец вообще работа шла очень активная. Вот много этих результативных вылетов было. Вот эти вот упомянутые кормовые пулеметы, а ещё какие-то доделки, может быть, остались там вот... Некоторые борта в полку попадались, ещё остатки вот этих вот от крепления под фермы. Ну это те, которые с КВРов приходили, нет. У нас в эскадрилье не было, потому что у нас была спецназовская эскадрилья, и мы, вернее, наши эскадрильи давали все борта новые, с большим ресурсом, новые. То есть у нас из этих доработок раннего Афгана не было. Вот мы их в 95-м году, у нас Т-шки были с этими доработками. А в Афгане у нас не было ни одного такого борта, и потому что, ну, это уже было неактуально, потому что всё-таки, как я уже говорил, этих кавалерийских атак уже не было, в лобовую с духами не ходили, потому что была, ну, уже чуть-чуть другая война. Ну и задачи были чуть-чуть другие. Мы работали со спецназом, да, и там неясно было. Вот полетели на разведку. Будет результат, не будет результат. И потому вот этих доработок... Корбовой пулемёт, и уже под конец командировки, под конец командировки, всё-таки пулемёты ПКТ у меня начали ломаться. От наработки, видимо, от наработки начали гнуться вот эти затворные рамы. Вот поршень, который идёт к этому, к затвору. Они стали гнуться, где-то два или три пулемёта. Вот, ну, пытались выра, но это уже толку никакого не было. Мы их просто снимали и убирали. Но новых мы не получали, потому что проблема была... В чём проблема? Во-первых, уже вывод был на носу. И нам возиться с этим пулемётом, потому что пушку списать было, как нефиг делать. А ПКТ – это стрелково-пехотное оружие. И там просто замучаешься его списывать. И потому мы новых не получали. Но там проблемы не было, потому что практически всегда летали со спецназом. Спецназ своего пулемётчика туда сажал. Они свой пулемёт ставили и таким закрывали этот вопрос. А уже дело к выводу шло. Вот это всё было непонятно. В полку в Кандагарском там пришли лейтенанты уже 87-го года выпуска начальник группы. И ему достался этот вывод. А как кинулись? А там вот это всё не списанное вооружение со сбитых бортов ещё там с 79-го года лежало. Ему, бедному, вот это всё досталось. И, ну, конечно, в плане учёта там было, конечно, безобразие полнейшее. Где-то, ну, может быть, в начале кампании звонят мне инженер эскадрильи. Звонит Слашкаргаха. Говорит, мы сейчас будем лететь. В Шаджой летим. У вас сядем. Ты получи на складе две пушки. Вот, потому что у них там то ли заклинило, ну, неважно. Вот, неисправные были, а мы просто не знали, что с ними делать, просто сломали. Ну, неважно, не о том речь. Всё, я еду на склад. Получаю две пушки, орудия, всё. Говорю этому начальнику вооружения этого Кандагарского батальона, ну, батальон обслуживания капитан был. Говорю, накладные, ещё что-нибудь. Да ничего не надо, говорит, я их просто перепишу туда на АРАТО, в Лашкарёвку, и всё. Ну, получил, забросили, и улетели. А уже когда я заменялся, туда приехал в Лашкарёвку, ну, собираемся, говорит, не можем понять, какие-то пушки валяются. Нигде не числятся, говорит. Вот, вот такая вот. И тоже небольшое отступление. Вот пришёл к этому, когда обходной лист подписываю, в батальон. Ну, я всё-таки начальник группы, там, да, всё, получал какое-то имущество, всё. Этот берёт меня, я говорю, а, сверку или что? Он говорит, он сверёшь, а там стопка лежит, наверное, от пола до потолка этих накладных. Будем сверять? Я говорю, да нет, мне-то оно не надо. Я, если честно, не представляю, как они всё вот это потом делали. Может, просто сожгли эти накладные, всё каким-то образом списали. Ну, вот, это просто такая иллюстрация вот этого. А если к ПКТ вернуться, да, вот, у нас, я говорю, под конец они стали уже глючить. А так, в принципе, очень надёжное оружие. Мы выставляли этот, там же переключатель есть, да, на этом темп больше и стреляли. Стреляли. Один раз у меня был там такая смешная история. У Бартехника это, ну, кнопка сломалась, боевая кнопка. Ну, я недолго думаю, взял, в другую поставил. Взлетают, включают вооружение, пулемёт начинает стрелять. Ёлки-палки. Вот, выключили, не стреляет. Включили, опять стреляет. Ну, перепутал кнопку. Бывает нормально разомкнутая такая, какая должна быть. А я поставил нормально замкнутую. И вот он включает вооружение, начинает стрелять. Ну, там, быстрее сообразили, посмеялись. Они там, шею расоединил Бартехник. Тоже люди грамотные были. И он в этом вылет просто от механической кнопки пострелял. А так, Ми-8, конечно, да, они, был такой случай, Дима Бородай, старший лейтенант командира экипажа. У него правым лётчиком летел этот Сергей Бондаренко. Он потом был командиром 44-го, 440-го полка в Вязьме. А в тот момент он был правым лётчиком. Ну, вот, летят тоже, и он там с этих С-5 пускает туда-сюда. Да, в общем, всё красиво, хорошо. Весь боекомплект расстрелял. Переваливает через горошку. И, здравствуйте, девочки. И там духи. И вот этот, ну, душа расстреляет. Вот, и одна пуля в броню попадает. Это Ми-8. Серёга Бондаренко пригибается, и вторая пуля вот как раз залетает. А им, ну, что, только с пулемётика, а носа уже не было. Вот, вот такой вот случай был тоже. Вот, а вообще пулемётом работали. Ваня Сафроняк тоже как-то, это бортехник лейтенант Сафроняк Иван. На 39-м борту был. Он как-то тоже двоих духов, ну, точно, что бортехник положил. Ну, сила, конечно, убойная страшная у пулемётов, потому что, говорит, там этих духов, говорит, покромсало в куски. Ну, лётчики с 24-ок начали, то есть, нет, это мы их там завалили. Ну, а командир экипажа Уваров, Миша, говорит, да нифига, говорит, мы же видели, говорит, что это Ванька Сафроньков работал по ним. То есть, всё-таки вот случаи были. А ещё про пушку хочу рассказать. Ну, это уже как о наших косяках. Мы, опять же, да, вот, немножко вернуться к этому, как мы их заряжали. Обычно заряжали в пушку где-то 150 снарядов, неполный боекомплект. Ну, потому что знали, что они обычно полный никогда не расстреливают, а лишний груз тоже ни к чему возить. Чем легче вертолет, тем лучше. И вот где-то вот 150 снарядов. И мы уже, ну, не то что обленились. Мы уже так, ну, прилетел лётчик, спросили, стреляли? Стреляли. Сколько? Ну, там, пять, может, десять снарядов. Ага, себе сделали отметочку. И, в общем, три раза мы просто-напросто отправляли незаряженные эти борта. Если два раза так оно прошло более-менее, то третий раз действительно было и горько, и обидно, потому что 15 февраля, вот, от восьмого года летали, группа наскочила на Духов, началась драка. То есть Санька Беляев бац, два снаряда стрельнул, и пушка замолчала. Ну, что он, Нурсы расстрелял, а воевать больше нечем. Он, вплоть до того, что даже этот бартехник Иосиф Францис, Лещонок, расстрелял свой боекомплект с этого автомата, он ему отдал Стечкин свой, тот со Стечкина, с пистолета стрелял под духом. Вот, то есть, ну, прилетел, говорит, ёлки, что с пушкой? Я говорю, да вот, глянь, она пустая. Ну, стыдно, ну, опять же, не скажешь, ну, что, зачем себе приключения на задницу? Ну, а на следующий день Саньку Беляева сбили. Обычная зарядка ленты, это было 4 УФЗ, УФЗТ и 2 бронебойных. А потом тоже летчики говорят, зачем нам бронебойные? Дай-ка нам ленты одних фугасных. И, ну, я с этим, с ночбоем договорился, потому что у меня, в принципе, отношения хорошие были. Вот эти С-8 УФ, никто брать не хотел, взрыватели крутить, а мы их брали. И по нашей просьбе, он, в принципе, нам уже делали ленты именно вот одних этих осколочно-фугасных. А ленты уже получали готовые набиты? Да, это набивало этот склад боепитания. Вот, мы только делали заказ, вот, что нам нужно, и нам уже вот привозили вот и Нурс, и пушечные ленты. Партийно-политическая работа между вами велась? Между нами был у нас замполит отряда Гена Чекалдин. Вот, ну, не знаю, наверное, какие-то он отчеты писал, еще что-то. Ну, так, чтобы, ну, да, борьба с пьянством шла тогда. Помню на каком-то партсобрании Саньку Беляева, Песочили. Вот, и стоит этот несчастный боевой летчик, который потом погиб. Краснеет, что он там выпил больше, чем надо, или попался. А так, чтобы какую-то специально, такого особо не было. Интернациональный долг мы, ну, как, такое отношение было. Поначалу, может быть, еще это, а так, как на любой войне. Вот, поначалу романтика, а дальше уже идет, в принципе, воюешь ты за свою жизнь, за жизнь своих товарищей, вот, кто рядом с тобой находится. Те вот эти вот обстрелы там, которые были, и все, уже, ну, так, посмеивались над собой вот это вот. Ну, идет там у них политика примирения, ну, зашибись. А мы еще больше летаем. Спецназ результаты дает еще больше. Почему? Потому что караваны идут. Так что, в этом плане, да, ну, вот. Каким-то нетипичным задачам вас привлечь могли? Нет. Я вот, во всяком случае, как минимум, наш отряд. Нетипичных задач не было. Мы работали только со спецназом. Знаю, в Шаджое и в Лашкаргахе были попытки, некоторые вылеты делали ночью. Ну, не знаю, там, с какой результативностью, ну, были. А так вот, в основном, нет. Мы вот чисто спецназ, никогда мы там не возили. Нет, раненых мы возили, да, спецназовцев своих там, да. А вот, чтобы куда-то там в командировке, там, на какие-то операции, никогда этого не было. Мы вот занимались один раз, вот, тоже летом, нет, не летом, в сентябре, в начале сентября, задумали какую-то грандиозную операцию, вот, куда-то с выездом в пустыню, с посадкой. Мы там начали готовиться, там, какой-то инструмент с собой брать, еще там что-то, чтобы работать с площадки. Видимо, там, спецназ, наверное, хотел куда-нибудь поближе к границе. Ну, дальше подготовки ничего не пошло. Это, в конце концов, отбили эту задачу. То есть, у нас таких нет. Вот у нас было узкоспециализированные задачи в нашей эскадриле. Мы не сопровождали ни этих, не возили почту. Да, мы, бывало, там летают, летели там в Лашкаргах, например, да, ну, какие-то свои дела порешать. Вот, тоже, ну, это, опять же, сопровождалось, как бы, развед, спецназ сидел с нами там, они тоже спецназовцы, у них же штаб тоже в Лашкаргахе был. Они свои задачи решают, мы свои задачи решаем. А так вот, никаких специфических таких задач, ну, только наши. Вот, вылет, вылет на задание, ну, к примеру, та же воздушная разведка. В фильме я там в своем старался это скомпоновать, чтобы видно было, да. Вот летела группа, два Ми-8, на каждом борту по 10 спецназовцев. Их сопровождает два Ми-24. Следом взлетает пара Су-25, сверху прикрывает. А если еще туда ближе к пакистанской границе, еще взлетает пара МиГ-23 с ракетами воздух-воздух. И вот такой вот слоеный пирог, вот если куда-то, вот такие вот вылеты были. А в качестве, ну, аэродромной какие-то там мероприятия, там, парково-хозяйственные дни, какие-то строевые смотры, вот чем-то таким не очень полезным могли? Парко-хозяйственные дни, да, проводились, это тоже было. К нам в такие дни не всегда, но привозили солдат спецназ. Они помогали мыть борта, те же взрыватели закручивать, то есть, как бы такую вот работу объемную. Ну, нельзя сказать, что парко-хозяйственные дни и на технике были совсем бесполезны. Это как бы тоже нужно было обслужить более детально. В подразделении небоевые потери случались ли? Да, небоевые потери у нас случались. Это у нас была самая первая потеря. Мы потеряли вартехника инструктора Толика Чукарева. Это случилось 12 июля 1987 года. В тот день у нас не было вылетов. В эскадриле был парко-хозяйственный день. Ну, мы занимались такими работами на технике. И в этот день как раз привезли к нам спецназовцев, бойцов. И если обычно их привозили для каких целей? Там помыть, взрыватели закрутить, то в этот раз их почему-то привезли, зачем-то им стали рассказывать про материальную часть вертолетов. И, похоже, их даже не собирались там заставлять ничего работать, потому что они довольно в чистой одежде были. Для работы они приезжали в ХУХБ. А погода в этот день стояла такая, висела такая мелкая пыль. Даже не афганец, потому что афганец-то все-таки ветер метет. А это откуда-то принесло взвесь. Висело тихо, ни ветра, ничего. Но вот это висела какая-то, плохая видимость была. И мы на стоянке стоим, а наша 205-я базировалась как раз в торце полосы. И все вот эти посадки, взлеты возле нас происходили. Мы слышим гул, гудит, гудит, гудит самолет. И мы видим из вот этого Марьева вываливается Ан-12 под углом к полосе. Он явно промазывал, промахивался, и он ушел на второй круг. И дальше тоже слышим гудит, 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 гудит. Опять появляется, опять промазывает. Но все равно он делает большой крен правый и старается примаститься на полосу. Перед полосой он не успевает выровнять крен. И основной стойкой шасси правой полосу припечатался, она тут же сломалась. Вот он так на боку искрит и несется по полосе. Где-то по половине полосы он промчался и напротив течь, напротив течь, его начало разворачивать, выбросило его с полосы через минное поле. Пока он по минному полю, еще мины подорвались, и он больше. И его на 180 градусов развернуло относительно его посадочного курса. А мы все это видим, это все же очень быстро происходит. А спецназовцы, они такие любители всякого вот этого безобразия. И они в машину, ну офицеры, не солдаты, конечно, офицеры, прапорщики, в машину. И я с ними тоже прыгнул. Мы доехали до теч и двинулись к этому самому. Ну, поначалу было побежал, а потом, я не знаю, как будто кто-то за ноги держал. Потому что я вижу, вот этот самолет стоит. Вот, он закрывает вот эту знаменитую Кандагарскую горушку, вот, своим объемом, ну, всем фюзеляжем. Со стороны кормы стоит пожарная машина, со стороны носа стоит КПМ-ка и санитарка. И там суетятся эти ребята, там поливают пожарным этим. Ну, как-то очень быстро они приехали, потому что мы тоже быстро приехали. А эти вот наши пожарные, КПМ-ка уже там стояли. И я вот смотрю, дым все больше, больше поднимается. В блистерах видно такие огни пламени. И потом, бах, взрыв сразу, вот, моментально. Ну, взрывной волной бросила на землю, я там пополз, пополз от нее. Ну, а потом взрывная волна ушла, потом она вернулась. Вот, все, пыль осела. Я встал, посмотрел, а самолета нет. Ну, просто нет, он разлетелся на маленькие кусочки. Потому что, как потом оказалось, на борту было 5 тонн бомб, 10 500-ок. Я, естественно, очумевший от такого, начал искать свою Панаму. А потом думал, что я делаю не то. И мы начали нас таскать раненых, убитых. У первого отнесли какого-то техника. Ну, по цвету его серого лица, похоже, он уже был не жилец. Потом оттащили спецназовца. Вот, у него из ноги железяка какая-то торчала. Но на мне не было ни одной царапины. Это я просто только Панаму потерял. Его оттащили, потом еще кого-то оттаскивали. И там грузили на машины, они уезжали сразу в санчасть. Людей возили. Потом я пошел к этому месту взрыва. От самолета остались лежать 4 двигателя. И вот эти машины догорали. Пожарные, КПН-ка. Пожарные лежали, тела пожарных полностью голые. Взрывом сорваны одежды, потому что только ботинки были, видимо, хорошо зашнурованы. Вот там один товарищ мне говорил, истерически кричал, вытащи его, вытащи. И я говорю, ну куда вытаскивать? Я не в состоянии был этого сделать. Ну, а потом я вернулся на стоянку. По дороге еще подобрал осколок бомбы этой. Ребята на меня смотрели, как явившиеся с того света. Потому что вот видели, куда я уехал и что там было. Но на мне не было ни одной царапины. Со мной еще ехал начальник группы авиационного оборудования, лейтенант Кабанов Андрей. У него было легкое ранение, у него в плечо осколок тоже влетел. Ну, поначалу так осмотрелись, посчитали, все живы, здоровы, хорошо. А потом выяснилось, что мы потеряли Толика Чукарева. Его борт как раз стоял на регламентах в ТЭЧ. И когда все вот это произошло у него на глазах, он бросился спасать экипаж. Ну, а экипажа уже не было, потому что из экипажа, я и сопровождающий, никто не пострадал. Не зная свой груз, они просто убежали в сторону. Я не могу их обвинять, потому что на их месте я не был. И не знаю, был бы толк от того, если бы они бежали навстречу, кричали, что не ходите сюда, услышал бы их кто, потому что все-таки очень много людей. И тогда в тот день потеряли 16 человек убитых и 37 раненых. Вот в том числе наш Толик Чукарев. Дальше приехала комиссия. Ну, естественно, потери большие, нужно было с этим разбираться. Я не знаю, что было экипажу, какие были по нему решения, судили, не судили его. Потому что сейчас в интернете вот эта потеря идет, как самолет получил повреждение, его обстреляли. Ну, там такая погода была, и на каких, просто вряд ли его могли обстрелять. Потому что он вываливался, ну, я не знаю, совсем низко перед полосой, из земли его видно. Ну, поэтому я не знаю. А вот комиссия приехала и началось здесь мероприятие. С моделей убрали антенны телевизионные, не знаю, кому они мешали. Замечательная курилка была перед штабом полка. Зачем-то ее тоже сломали. Всех там нарядили в повседневную форму, стали строевым шамхой. Ну, хотя вот, если вот думать, взаимосвязь этой катастрофы, там, воинской дисциплины и умением ходить строевым, я не знаю. Ну, комиссия, наверное, свою задачу выполнила. Да, на должном уровне все, разобрались, как у нас говорили, да, разобраться и наказать, кого попало. Я не знаю, вот командира полка Кандагарского 280-го, то ли после этого случая сняли, то ли еще. Ну, как-то не все командиры полков становились героем. Потому что это очень хлопотное хозяйство, потому что много там было проблем, и потери же были. И, кстати, потери, по моему мнению, в Афганистане не боевых было много. Я вон журнал привез, там моя статейка по этому вопросу есть. Я пытался, как бы, анализировать, вот с ребятами разговаривать. Вот до нас, до нас, да простят меня эти ребята, кого мы меняли в Афганистане, первый состав 205-й эскадрильи. Да, было много, и причем расколотили много бортов так по глупости. Были, конечно, боевые потери, там ничего не скажешь. У нас со мной в Германии служил бартехник Вова Цуркан. Он на нашей 205-й, первого состава был. Прилетели они забирать спецназ. Вот, шел бой, реальный бой, все. Вот, он не с носового пулемета, а в грузовой кабине. Через этот стрелял. У него был на спине парашют, не вот эти, что, на сидушке, а на спине. Он нагнулся за вентой, влетела граната, и все осколки этот парашют впоймал. Вертолет, естественно, загорелся, экипаж выскочил, и экипаж еще потом всю ночь со спецназом бегал по горам. Но, слава богу, все живо. Смешно, не смешно, но за этот парашют с него деньги еще высчитывали. Ну, у нас в эскадрильи таких больше потерь, не боевых, не было. Потому что, все-таки, я уже говорил о нашем командире эскадрильи, что он все вот эти вещи пресекал и серьезно относился. Но, опять же, вот КМС-ка рассказывал мне, говорит, когда их отправляли в Афган, совершенно пьяный, говорит, этот начальник кадра Закарпатского округа, говорит, мы собрали, говорит, тебе все говно, которое было, теперь ты с ними мучайся. Ну, вот такое отношение было к тем людям, которые едут на войну. И кадровый подход, конечно. То есть, им, по большому счету, было по барабану кого отправлять. Главное, закрыть эту галочку поставить. Что отправлять? Что лейтенанта, который понятия не имеет еще в технике? Что летчик? Вот летчик у нас был в нашем отряде на Ми-24. Он третий раз приехал в Афган. Первый раз его, и второй раз его, потому что он не был готов, не был подготовлен к этим ведениям действий. И сейчас приехали тоже вопросы, ну, все-таки он остался, долетал нормально. Ну, вот был такой подход. И от этого, естественно, были и потери. Хорошо знал, ну, тяжело сказать, что дружил. Он все-таки в силу разности возраста. Василий Петрович Калашенко, это летчика-испытателя нашего знаменитого. Он разработал методику, когда там в Ираке Ми-8 продавал взлеты запыленных площадок. Говорит, когда я, говорит, приехал, я обратился в Министерство обороны. Говорит, есть методика. Ему, говорит, ответили, что в услугах гражданских не нуждаются. Просто-напросто. И от этого, от этого, вот, да, готовили, конечно, уже в конце войны там более была серьезная подготовка. Там она в несколько этапов шла. Сначала в частях летчиков готовили, потом Кагани в этом, и в Черчаке. Там инструктора были, все там учили взлетом, посадок в этих, на ограниченных площадках, запыленных. Но еще в 85-м году, это уже какой год войны шел? Уже, ну, 4 года, пятый год войны шел. Этим посадкам обучали от старшего летчика и выше. То есть, простого не учили, как, типа, не надо. Но надо было всем. Вот, в конце концов, вот, а у нас, тем более, вот, мы в пустыне летали. Ну, у нас, слава богу, все было хорошо. Никто не разложил борт, не перевернул. Вот, у нас в этом смысле молодцы. У нас вот, в нашем отряде на Ми-8. Я всех не помню, но, вот, Иннокентий Иннокентьевич Гурулев был такой хороший, опытный летчик. Миша Уваров, Дима Бондаренко. Ну, он еще старший лейтенант был. И, как мне там, ну, рассказывали, говорит, он такой, типа, лапа есть у него, у него, типа, будущее. Ну, только честь и хвала человеку, который карьеру делал таким образом. Вот, Дима Бородай. Хорошие у нас, да, пилоты были. Вот, ничего не скажешь. И интересный, ну, как интересный, да, вот такой случай с этим, с Иннокентием Иннокентиевичем. Взлетели, вот, спецназ посадили, взлетели. Ну, мы смотрим, да, и наблюдаем за полетом. Группа вот так вот выстроилась, так, и, так, 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 блинчиком, блинчиком, и обратно на посадку заходят. Мы что-то понять не можем, что случилось. Вот, садятся. А Иннокентий Иннокентьевич поймал стаю кекликов. Ну, это эти, куропатки такие. Девять штук. Вот, двигатель еще. Ну, он там аккуратненько там все прилетел быстренько. Их, вот, на другой борт пересели, физназовцы, экипаж, и улетел. А с этого борта вытаскивали этих птичек. Мы как раз утром выпустили вертолет и ехали на завтрак. Я вижу, взлетело звено Кандагарских 24-ок на удар. Ну, я не знаю, что у них за задача была. Ну, какой-то удар, наверное. А потом с завтрака возвращаемся. Смотрю, тройка возвращается. Ну, уже что-то нехорошее. Вот, а потом сказали, что один вертолет просто уронили. Ну, как, летели против солнца, вот, а слишком низко, и летчик просто в континент плюхнулся. Ну, слава богу, все живы. Вот, там оператор с горяча с этим автоматом разбил блистер, чтобы вылезти. Ну, вертолет, конечно, повреждение получил, его притащили, и в теч его стали восстанавливать, потому что категория тяжести аварии зависит от того, восстановлен борт или не восстановлен. Ну, этот подлатали, подкрасили, и наш командир отряда, Балашов, его возле нашей стоянки приподняло землю, он там красивый такой пилотаж на нем утворил. Ну, у меня там буквально несколько секунд крайних, пока я за камерой хватался, вот. И потом он сел, и этот вертолет отправили куда-то в училище, то ли в Кировское, то ли еще куда-то, как учебное пособие. Потом, как вы фотографировали, и, как это правильно выразиться, это же не видеосъемка еще была, киносъемка. Киносъемка, да. Чем, насколько это начальство, для начальства было приемлемо? Я, когда уезжал из Германии, мне на память мой товарищ, ну, подарил кинокамеру, обычную кинокамеру, господи, как она называется, то ли кварц, то ли, ну, такая ручная заводка была. Я взял с собой несколько пленок, вообще наш отряд был довольно-таки хорошо упакован кинофото этими. И вот у меня была 8-миллиметровая кинокамера, и у Сергея Кузнецова, у Сереги, правого летчика, вот, который второй раз в Ганне был, то есть у него была тоже кинокамера, вот. И фотоаппараты, вот у меня был фотоаппарат, у моего прапорщика Рашида был фотоаппарат. Был у нас отличный фотограф, просто замечательный фотограф, Володя, правый летчик. Вот тот чуть ли не профессионально снимал, у него там семянные объективы были. Олег Абайханов, вартехник был, у него там тоже много было таких и цветных слайдов. Начальство, как бы само начальство было далеко, а тут мы все свои, это не возбранялось, и никто нас нет, они в этом плане не спрашивал, не контролировал. Потом на таможне, вот, у меня были слайды, все, когда я ехал, ничего, все нормально проехал, так что в этом плане никаких проблем не было. Не знаю, как у солдат, потому что, я помню-то еще, сам недавно был курсантом, да, солдатам было запрещено иметь и фотоаппараты, и радиоприемники свои личные. А нам никто не запрещал, и я с фотоаппаратом, ну, почти постоянно ходил, потому что у меня много было и фотографий на слайды, и так фотографировал, так что в этом плане никаких проблем. Еще я с Германии привез длиннофокус, ну, как относительно длиннофокус, ну, там где-то 130 миллиметров, 135 миллиметров объектив Пентакон к Зениту, вот, и вот я с ним еще фотографировал, то есть более такие снимки были, можно было приблизить. Так что в этом плане никаких проблем. Правда, ну, когда уже кинопленку, потом уже, когда в Союз приехал, проявил, как мог-то ее там еще тогда, ну, а потом уже, когда видео появились, я там, ну, просто пытался вот переснимать, как говорят, со стены. Давайте поговорим немножечко о быте, о том, где, в каких условиях вы жили, что вас окружало, чем вы питались. Угу, угу. Быт, в принципе, уже конец войны, ну, под конец, был, в принципе, налажен хорошо. Вот модули стояли, кондиционеры были практически во всех комнатах у нас уже, ну, во всяком случае, у кого не было, потом поставили. Но проблема была в том, что кондиционеров много, и дизель не всегда тянул, особенно в жаркое, в самый жаркий момент дизель вздыхал. И когда наиболее необходим был этот электричество, его не было. Ну, так, в принципе, нормально. Холодильников, холодильников у нас вроде не было. Стиральные машинки вот с собой привозили туда. Вот, ну, я так как был одиночной заменой, естественно, никаких стиральных машин привозить я не мог. А вот ребята те, которые, ну, целиком эскадрильей привозили, там, да, у нас стояла какая-то стиральная машинка, может, и не одна. Ну, я же говорил, что вот мы уже когда наладили, мы себе раз в неделю делали выходной, вот в группе, во всяком случае. У лётчиков было с этим проще, они летали так, два дня летает, два дня отдыхает. Вот, и в это время могли там постираться, в баню сходить. У нас там в отряде, ну, в каждой эскадрилье была своя баня. Там с топливом проблем не было, вот. Кормёжка, ну, кормёжка, конечно, была так себе. Большой гарнизон, всегда там, особенно в обед, там толпа толпилась. Вот, одни столы были для офицеров, другие были для прапорщиков. У нас чуть-чуть отличался паёк. И на офицерских столах всегда было много. А по выходным у прапорщиков было много, потому что там молочный суп уже был. Ну, кормёжка была так себе, конечно. И как-то мы были рано утром на выпуске, вертолёты улетели, на завтрак мы опаздывали. Ну, позвонили, попросили оставить там нам для сколько-то человек. Да я какой-то уставший, замученный, мы приехали в эту столовку. Вот, мне есть вроде не хочется. И я думаю, дай-ка я как в детстве эту гречку с маслом и с сахаром растолку, поем. Прошу эту официантку, говорю, принесите мне просто гречки. Она так посмотрела на меня, хадай, замученный. Ну и пошла. Она выносит мне в гору эту гречки с мясом. Мои прапора. О, нам тоже гречку. Вот. Это такой момент. Ну, в Лошкарблёвку, когда летал, там кормили чуть получше. Ну, может быть, из-за того, что там и поменьше людей было, и КМСК за этим. Потому что КМСК тоже, вот он рассказывал, что он с пистолетом в руках на складе в Кандагаре для летчиков отбирал овощи. И там начальник, ну ты же понимаешь, для кого это? Он говорит, я всё понимаю. И потому-то КМСК не больно-то и в почёте был у начальства, потому что он всё-таки думал и об этих. Ну, так как Кандагар был большим всё-таки гарнизоном, у нас там был клуб здоровый, к нам приезжали концерты. Ну, вот Розенбаум, там ещё. Ещё там разные концерты, там какая-то, помню, выставка приехала, там награды России. Ну, такая культурная какая-то была программа. На Новый год ёлку даже какую-то поставили. В этом и фильмы почти каждый день. То есть гарнизон был большой, в этом плане да. А в Лошкарёвке, там других, поменьше гарнизонов, там, конечно, с этим было сложнее. Там главным культурным центром это баня была. Жили мы в модуле, вот, в один прекрасный вечер. Вот, слышим, грохот стоит. Оказывается, в соседний модуль, связистый был, в этот модуль попал РС, обстрел. Но он не взорвался. Там ребята сидели в своей комнате и играли в карты. У них пробивает крышу этот РС, между ними пролетает в окошко, зарывается в грунт, и вот эти все камни летят в наш модуль. Окна там побили, кондиционеры. Ну, не взорвался. Вот, слава Богу. На следующий день приехали, вот, у меня как раз выходной был. Я там собрался стирать или еще что-то, а тут все электричество повыключили, потому что приехали саперы и стали доставать вот этот снаряд. А грунт-то он крепкий, вот. И вот малые заряды ставят, подорвут, всех, естественно, выгонят. Подорвут, там чуть разгребут ее. Пока добрались до этого снаряда, вот, и его выдернули. Так что нам тогда повезло, потому что в Кабуле в 88-м году не повезло, когда летчиков накрыло вот этим снарядом, убило тогда тоже очень много людей. Так что с бытом было более-менее. Библиотека у нас была, я там ходил, книжки брал, библиотеки, да. Работа, работа, все равно время было. И книжки почитать, и фотографии попечатать. Что-то как у нас было там несколько фотографов, мы там занимались этим вопросом. Если солдат коснуться, конечно, у них нам, наверное, было с этим похуже. Хотя нет, в кино-то солдаты могли также вместе с нами ходить в кинозал. Так что более-менее вот в конце войны быт был налажен. Ну, кормежка, кормежка, да. Она не очень была нормальная, потому что... Вот, и уже когда дело к выводу пошло, приехали там военные с большими звездами. Ну, в клубе собрали, там начали рассказывать, как вывод будет проходить, то, сё. Ну, жалобы, предложения, там, ну, вот, кормежка плохая. Там какой-то полковник говорит, да вы знаете, я проверил на складе там в Кабуле. Все холодильники заняты, там, и ветчина, и всё, и фрукты, и мясо свежее. Чего, чего, недовольны. Ну, нормально, в Кабуле, может быть, на складе оно и есть, а у нас здесь его нету. Мы, офицеры, ещё получали доп. паёк. Вот там печенье, масло, сыр консервированный. Ну, так как мы вместе жили со своими прапорщиками, всё, там, мы в комнате жили, у нас было 5 человек, 2 офицера и 3 прапорщика, да. Вот, ну, всё равно это всё, вместе, как бы, питались, там, не было такого дележа. Как дни рождения, государственные праздники отмечали? Хорошо отмечали, без лишнего, так как я был главный спертоноша, вот. Мы взяли подарок, правило такое, что в эти праздники на каждую комнату бутылку спирта. Потому что спирт как-то так получилось, что он остался у нас в руках. Командир отряда его не забрал себе, то он в других эскадрильях там было, что командир забирал себе и сам этим рулел. Нет, у нас как-то это командир отряда получал свою долю, когда мы получили спирт. А это, да, вот так вот раздавали. Ну, на день рождения тоже, да, были проблемы, потому что ко мне постоянно, ну, шли ходоки, были обижены. Потому что, ну, всем, если давать, то он быстро кончится, да, и всем добрый, все равно не будешь этим хорош. Отмечали. Иногда перегибы на местах были. Из-за этого, из-за этого у нас, как бы, были некоторые случаи, что там, ну, кто-то где-то попадется, да, там, ну, пожурят, поругают. Ну, так был, лучше их сильно, конечно, там нашкодил у нас бартехник, попьянивали в госпитале, с пистолета стал стрелять. Вот, собирались его вроде бы отправить в Союз, но я не знаю, отправили или нет, потому что я заменился, а на пленке, на кинопленке он еще присутствует. А так, нормально, кому не хватало, те шли, покупали. Правильно ли я понимаю, что служба, например, вот оружейником, она в периметре аэродрома, и, в принципе, на войне это достаточно безопасная служба. Да. И при этом вы по собственной воле принимали участие в боевых вылетах в качестве стрелка. Да. А вот это зачем? Молодой был, скажем так, горячий, хотелось посмотреть, ну, и потом все время, когда сидишь на одном месте, просто можно одуреть. Какое-то вот разнообразие. Ну, вы осознавали, чем это могло закончиться? Да, наверное, осознавал. Ну, как? Наверное, даже в самых отчаянных ситуациях человек думает, что его это минет. Ну, вот сколько я раз вылетал, вот сколько раз я вылетал, вот такого непосредственно, чтобы нас там обстреляли, мы там дырки, или мне там пришлось вести огонь по каким-то злодеям, чтобы я вот видел, что идет бой. Такого не было, да. Мы садились, вот, буквально 21 января, недалеко от пакистанской границы, вот фотографии есть, да. Подсели, вот, спецназ убежал, кишлак какой-то, ну, довольно спокойно, все. Я там стою, взял у Бартехника автомат. Кстати, у меня своего автомата так и не было за весь год. Мне вот выдали ПМ только, хотя по идее должны были еще выдать автомат. Так у меня и не было. Вот я, если и летал, то брал, вот Бартехника взял, и вдруг из этого, из-за горошки, ну, это выскакивает толпа духов. Там очень много было, вот фотографии-то есть. Ну, вижу, что их сопровождает спецназ. Вот они их наловили в этом по кишлаку, боя не было. Ну, там они взорвали машину, потом мы с этими пленными взлетели, еще в одном кишлаке взорвали. Сказать, что я там был под огнем, я этого не могу. За это не награждали, естественно, и не это, и если бы, может, даже и командиры узнали, там, тот же Косинков, может быть, еще и по шапке бы получил. То есть, нет, это было так, чисто мальчишество. Ну, тем не менее, благодаря этому много фотографий и киносъемки. Под конец службы, когда уже, ну, дело шло к завершению, как вы себе представляли свою дальнейшую службу? Я свою службу так представлял, что я сейчас приеду, получу орден. Вот, наградная система у нас, с наградами нам не жалели, наши эскадрильи. Ну, и огульно никого не награждали, скажем так, потому что я вот с тем же Косинковым разговаривал. Он говорит, вот, встретил кого-то летчика там после Афгана в своей эскадрилье, тот говорит, где мой орден, тебе-то за что было давать? Ты же не летал? А так летчики получили по два ордена где-то. Ну, и нам. У нас в этом штабе в Лошкаревке висел такой стенд, плакат, где фамилии, вот, где было написано, кому, на какую награду написано. И движение это там, 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 ушел туда, ушел туда, да. То есть я уже, в принципе, надеялся, что я получу награду, что я приеду, поступлю в Академию. После Академии там стану инженером полка или еще, еще, еще. Ну, из всего этого только первый пункт я получил орден, ну, а дальше уже, вот, я не стал поступить, поступать в Академию. Там развал Союза уже было совсем чуть-чуть другое, вот, как бы, да, было непонятно вообще, что к чему. Ну, так что, вот, я себе так рисовал это. Опять же, я не знал, куда пойду по замене, потому что я приехал с Германии, откуда заменщик приехать тоже не знал. Ну, приехал ко мне заменщик, опять же, тоже с Германии, потому что я там прослужил меньше года и поправил меня, вернули обратно. Ну, я уже не в свою эскадрилью попал, я попал в 178-й вертолетный полк, тоже замечательная часть была. Вот, и уже там уже продолжал начальником группы служить. Ну, полком вывелся в Курск потом, вот, и уже там до самого окончания, пока закончилось, ну, пока расформировали. Ну, вот, а до расформирования успел съездить два раза в Чечню, в Таджикистан, вот, то есть еще поездить по командировкам. И уволился майором. Ну, уволился с самой низшей должности, простого техника, вот, потому что вот эти преобразования были, туда-сюда двигали, сокращения, и, в общем, не инженером и уволился простым. Даже с самой низшей должности офицерская техника в звании майора. Как, на Ваш взгляд, вот эта война, была ли она в стране на тот момент нужна? И, может быть, есть у Вас какая-то, ну, Ваша обдуманная оценка итогов этой войны? В глобальном масштабе, наверное, она нужна была. Ну, в том смысле, что, да, все-таки нас с юга враги поджимали. Вот, плюс армии нужно было повоевать, все-таки застоялась кровь, разогнать ее. Ну, а в личном, в человеческом плане, конечно, война никому не нужна. Я еще пацаном был, еще в школе учился. В огороде копаемся, мама плачет. Что случилось? Она говорит, вот, Вы сейчас, типа, закончите школу, и Вас, Женьки, заберут в Афганистан. То есть, вот, тогда уже у родителей болело. А так, сколько погибло, семьи развалились, дети сиротами стали. Не знаю, в глобальном масштабе надо, а в личном, для каждого. Вообще, война, я не знаю, хороша только для мародеров и маркетантов разных видов. А для простого человека ничего хорошего нет. Я говорю, сколько, я говорю, поколечено, сколько семей развалилось просто-напросто. Вот, не знаю. И вот это совместить тяжело. Ой, интересы государства и личные. Только сегодня ехал, вспоминал, да. Ну, это мелочи казалось, вот. Переехал в частный дом, вот. И мне уже не положено компенсации за коммунальные услуги. То есть, вот, казалось бы, мелочи, копейки. А государство, вот, когда надо, да, надо, надо, ребята, все, вперед, исполняйте долг. Нет, я понимаю, что роптать не стоит, тем более мне не стоило роптать. И, вернее, я и не ропщу. Когда солдата призывают, тут еще можно. Ну, а офицер, да, сам выбирал свой жизненный путь. И, как бы, тут Чечня, Афганистан, это, ну, твоя работа, по большому счету. Вот, коль скоро вот этой темы коснулись, где бардака было больше? В Афганистане, в Чечне, в Таджикистане? Бардака, бардака, бардака. Нет, в Афганистане, как такового бардака, все-таки, я бы не сказал, все-таки, ну, бардак был, как и везде. Но там все-таки, мне кажется, отлажено было, более-менее отлажено. Первая чеченская кампания, там, там вот больше, знаете, в моральном плане это было тяжелее. Бардак, ну, да, наверное, был. Ну, потеряли мы там, вот наш полк потерял, два экипажа из-за, ну, мягко говоря, по вине руководства. Ну, кормили в первую чеченскую. Просто никогда больше так хорошо не кормили ни на одной войне. В Таджикистане, ну, там я попал уже в Таджикистан. Там такая уже была, как бы активных боевых действий не было, так приехали, в основном, вот, летчики летали, а я тем более в Тыч был, как бы. Ну, там, там чисто уже коммерческая составляющая была. Кто мог, там зарабатывал. Керосин там налево-направо уходил, больше, чем вертолеты сжигали. Вторая чеченская, ну, там тоже уже порядка побольше было, но тоже свои нюансы. А первая чеченская запомнилась, все-таки тяжело было в моральном плане. Вот, да, вот тоже вот на восьмерке летим, вот, облетаем грозность. Мы в январе там были, туман висит, да, вот из этого тумана выступают вот эти родные пятиэтажки, такие же, как и в Курске, в любом городе бывшего Советского Союза, они полыхают. Это не Афган, ну, Афган, да, там, пульнули по этому кишлаку, и бог с ним. Как бы не сильно жалко. А тут как-то уже было тяжело вот это вот видеть. И плюс бешеные потери, да. Вот там бардака, наверное, все-таки в первую было. Какие-то потери, наверное, неоправданные очень. Плюс подготовка очень скверная. Мы прилетели в Моздок 13 января, я уже это рассказывал. Вот, и как раз в это же время привозили морпехов с Дальнего Востока. Я такого никогда больше не видел. Первый раз, наверное, единственный. Вот как Ил-76, вот один за одним. Вот несколько десятков самолетов, вот они садятся один за одним. Открывают оттуда вот это вот зеленых человечек. Толпы выходят, 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 выходят. И тут летит боец на этом, на Урале. А там грязь такая была, жуть. Потому что все же вот это перемолото. Между полосой и рулежкой. Когда-то травка была. Вот, а там грязь. И вот эта грязь на полосе летит. Этот боец на Урале. Его заносят. Он по этому строю морпехов там двоих или троих убил. Вот еще повоевать не успели. А уже их придавили. То есть, наверное, все-таки в первую было больше бардака. Насчет бардака, там этот ночбой кандагарский, начальник склада боепитания. Говорит, елки-палки. Приходят эти полковники, мне спрашивают. А что ты оставишь афганцам? А что будешь вывозить? Говорит, да кто я такой? В чине капитана принимать такие решения? Вы-то с большими звездами-то. Что вас побудило приехать сюда из Курска? Принять участие в одном из таких интервью? Ну, во-первых, я... Первый, наверное, ролик я увидел этого Гончарова. Морда, легенда. Вот. Стало интересно. А потом мне сын позвонил. Говорит, батя, свяжись с людьми. У тебя есть что рассказать? Я говорю, да свяжусь, конечно. И вот, в принципе, с подачи сына. Ну, коль скоро про Гончарова заговорили, наверняка обсуждалась среди ваших сослуживцев его история. Ну, да. Что рассказывали, что пересказывали? Ну, деталей-то, в принципе, никто не знал, потому что уже все заменились. А так просто знали факт, что сели они на вынужденную. И пока чинили, тут их духи начали обкладывать. И чтобы отбиться, вот с нас ворочал за балку, а он стрелял. О остальных подробностей, в принципе, может быть, кто-то и рассказывал. Может, я просто это уже и забыл за 30 лет. А вспоминать, ну да, ну посмотрел фильм, память-то такое дело, что, может, оно, как будто я это знал. Нет, ну, таких совсем подробностей не было. Вот просто знали, что такое было. Просто да, что эскадрилья спецназовская, боевая, тут всяких отчаянных ребят было много. Вот, это да, это... Просто про тот случай мы знали еще там вот в Афгане, когда нас... Ну, мы уже поменяли, слышали про такое. Вот. Но мне кажется, что желающих этот подвиг, наверное, повторить все-таки не хотелось. Где-то сидеть в пустыне, это неинтересно было совершенно. А с каким чувством вы Афганистан вспоминаете? Есть ли там, не знаю, окраска какая-то, темные воспоминания, светлые, мрачные? Я нормальный человек с нормальной психикой, а, естественно, остается только хорошее в памяти. Да, вот, начинаю читать свои записи, понимаю, что было какое-то там, ну, что-то не очень хорошее. Ну, это как бы забывается, потому что был молодой, вся жизнь была впереди. Вот, и вот эти все, как бы, трудности, невзгоды, они, как бы, ну, забывались. А тут что, ну, заменился. Уже было это здорово и классно, потому что заменщик приехал, вот, собрал чемодан опять в Германию. Да, и вот это, этапы разные были. Вспоминал когда-то чаще, когда-то меньше. Потом одно время даже он занялся там сбором информации по Афганистану, там, помогал одному писателю писать книги. Он кучу моих фотографий использовал в своих книгах, по-всякому было вспоминает. Вот, а сейчас в основном, в основном уже все-таки 30 лет прошло, конечно, острота ощущений не такая. Тем более уже после того были еще командировки, знаете. Вот, ну, Афганистан, наверное, все-таки наиболее яркий, потому что, честно сказать, по сравнению с другими командировками, я там больше всего работал. Я еще его вспоминаю, ну, как сказать, добрым словом, да, потому что я вот с училища выпустился, я был молодой, зеленый, совершенно бестолковый лейтенант. Я ничего не знал и ничего не умел, по большому счету. И попав сразу через полгода, это была вот, ну, хорошая школа, из которой я уже вышел, в принципе, специалистом, офицером, который уже был, ну, действительно способный решать задачи. Тогда до Афгана еще был совершенно зеленый этот. И в этом плане, наверное, да, хорошо, что вот я вот получил в самом начале службы, уже потом, вот, в тот же Таджикистан ездил, я там с ребятами делился опытом, вот, потому что я тоже одиночной заменой связи моей ездил с 440-м полком. Ну, напоследок я расскажу такую, можно сказать, веселую историю. Ну, как веселую, вот, как раз один вылет был у нас 31 декабря, прилетели, вот, борта сели, тут подготовка, и начался дождик. Ну, очень сильный, но дождик. Да, почва-то там глинистая, и вот, и очень впитывается плохо. И там же куча всяких русел, 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 они мгновенно наполняются водой. Ну, начали Новый год встречать, все хорошо, и наши ребята решили съездить поздравить спецназовцев с Новым годом. Ну, отлично. Садятся в командирский УАЗик, водитель, солдатик, мой земляк с Мариуполя, и едут. Подъезжают, тут же всегда дорога была, тут река течет, русло. Остановились, ну, они уже во хмелью, конечно, были. Боец говорит, тут все нормально, я, говорит, сегодня проезжал здесь нормально. Ну, они только нырк туда, а там выше крыши. Ну, хорошо, что хоть они и пьяны, они выбрались на берег, а машины нету. Ну, что делать? Пошли к спецназу за БТРом, надо же вытаскивать их. Приехали, а УАЗика нету. Там такой поток был, что его только на утро ушли метров за 400, его не слово так вот. Как они выбрались? И вот этот УАЗик весь помятый, командира отряда поря, что такое? Вот, и вот мы смеялись, умудрились в пустыне утопить УАЗик командирский. Предлагаю пройтись по списку вопросов, заданных нашими зрителями. Давайте начнем с пушечного вооружения пулемета Як-Б. Пушка 30-ти миллиметровая, грязево-шипунновая, просто замечательное орудие. Вот, хотя я и слышал иногда отзывы, что она плохая и прочее. Нет, просто она требовала качественного обслуживания. Ничего особенного там не было. Нужно просто добивать ленту и чистить поршня. Весь залог успеха. Якобы, ЕКБ, да, он очень много проблем создавал. Он кровью попил нам очень сильно. Но я все-таки считаю, что это все-таки тоже не от неправильной эксплуатации. Потому что в 2000 году, когда мы были в Грозном, Северном, у нас довольно много было МИ-24В, у нас проблем с пулеметом не было совсем. Стреляли, как милые, и не клинили. То есть, туда уже научились. А может быть и доработали их как-то. Наиболее распространенные отказы. Ну, техника была надежная. Ну, опять же, повторим, это клинья. Иногда по электричеству могли осошки там перегореть, предохранители. Ну, это была как бы ерунда. Это быстро решаемое было. Опять же, требовалась правильная эксплуатация. Был молодой, совершенно технику не знал. Вешаем блоки, они не идут. Проверки. Отсоединяем один блок, один идёт. Подсоединяем этот, этот соединяет, этот идёт. Вместе не идут, хоть убей. Мучились, мучились. А всего-то, навсего. В блоке есть переключатель. Вернее, шеер. Вот, многоканальная цепь и одноканальная. И у этих блоков они должны быть одинаковые. Вот. Это и нюансы, которые вот, бьёшься, бьёшься над техникой. А там всего-то, технику нужно знать. Вот и всё. Ну, и я уже упоминал этот, иногда, прицел, блок питания, я говорил. Это, ну, такое слабое место было тогда. Каким образом горячая или холодная пристрелка выполнялась оружие? Ну, я уже рассказывал. Она пристреливали мы отверткой по ближайшей горушке. Как таковом, никто этим не занимался. Во всяком случае, я не видел, что бы им заниматься. Доводилось ли работать с блоками? Нет. Б-13 мне не доводилось. Я их даже не видел. За всё время службы, вживую, не раз. Доводилось ли работать С-24? Нет. Мне не доводилось. Мы, Кандагарский полк работал, стрелял, вот, но у нас с этим не занимались. У нас было стандартно. То, что было у нас, этого для решения задач хватало. Были ли на, нет, на наших вертолётах доработок управляемых ракет воздух-воздух Р-60 не было. В Кандагарском полку были. Доработки этим делали заводские представители и наши ребята с регламентных работ. Им тоже помогали. Они участвовали в этом деле. Но в нашем именно тоже, как бы, они не нужны были. Доработка была такая. С одной стороны, как бы, по горизонту ракета ставилась, с другой стороны с небольшим наклоном, чтобы, как бы, они тепловые, работать по земле, по теплу. Ну, там такая жара, что подстилающий был. Фон очень такой мощный. Как оценивать расположение кормового ПКТ на правом полёте створки? Ну, я уже рассказывал эту историю, что, да, обзор вправо был слабый. И я чуть было даже командира не завалил. Что это не совсем было хорошо. С АГС не доводилось стрелять. Вот. Это уже к тому времени отошло. Не использовалось. Единственное, мы, когда спецназ нас приглашал на полигон пострелять, мы там с АГС состреляли, но вертолёта нет. Как оценивать досы эксплуатации и надёжности ПКТ? Да, ПКТ надёжный был, хорошее оружие. Ну, то, опять же, требовал чистки. Ну, и я рассказывал тоже уже, когда большая наработка была, у них начиналась уже гнуться рама затворная. Доводилось ли? Нет. Ни гувы, ничего мы не применяли. Потому что тогда уже этим не занимались. Большой расход сил на подготовку этих средств авиационного поражения. Это было нецелесообразно. Достаточно было вот этих С-8. Довольно крупный калибр. Крупный калибр. Всё очень хорошо. Был таким свидетелем. Летели мы с Лашкарёвки. Я с Санькой Беляевым в грузовой кабине. И прямо по курсу большое стадо верблюдов в пустыне стоит. Ну, это транспорт. Их стреляли обычно. И вот Санька в толпу верблюдов даёт серию, может, снаряда 4. Пыль, взрыв, огонь. Делаем вираж. Надо же посмотреть результаты. Ни один верблюд не упал. Ни один. Просто разбежались. То ли верблюды были такие бронебойные. То ли снаряды. Ну, может, они в песок зарылись. Как-то там погасило это. Ну, не знаю. Я вот увидел, когда калибр-то большой. 80 миллиметров. Там осколки. Я говорю, тем более мы тогда уже осколочно-фугасными стреляли. Там вся рубашка из-за осколок. Ну, тут такое было у нас. Происходили ли случаи нештатного срабатывания оружия на земле или в воздухе. Какие причины? Причины раздолбайства. Про стрельбу с пушки я рассказывал. Как Тимофеевич стрелял, я рассказывал. Лично я дважды стрелял с пулемёта. Нет, один раз вру. Один раз тоже оборвало ленту. Ну, мы крутанули нормально. Я говорю прапорщику, давай вытянем ленту. Он говорит, да ну нафиг. Ну, я не настоял. И решил от кнопки проверить. А, что, кинематика работает, его хватает. И тоже очередь стрельнула. Потом 14 января полетел на облёт вертолёт и не вышла осошка. И прожила дырку в этом. Вот. В балке. На Ми-8. Ну, ничего страшного. В СМГ тут же приехали, заклепали. Ну, скандал был. Потому что мне, а, ты сволочь, скотина. Ну, там я закосячил. Поставил кассету. Был немножко этот, подогнут ствол. Ну, я опять же не сознался. Я отбился же. Потому что на себя брать все эти неприятности было ни к чему. Так что основное, это раздолбайство. Ну, и про ПКТР я рассказывал, когда не ту кнопку поставил. Какова штатная численность в ИДО? Ну, я уже рассказал, что у меня было в группе я, начальник группы. Три прапольщика. Ну, третий, можно было сказать, неиграющий был игрок. Так, только головная боль от него. И у меня пять или шесть солдат было. Ну, в разное время. Потому что одни уходили на дембель, другие приходили. Так что, хватало. Ну, и особенно, когда мы начали вкручивать вот эти взрыватели в РС. Конечно, хватало людей. Ну, и работы хватало. Рассказать-то можно было, наверное, еще много о чем. Ну, о героическом бое в кишлаке Кабай я могу рассказать только, что я знал тех ребят, которые там военные. Ну, об этом, наверное, лучше спецназовцы расскажут. Единственное, что я могу сказать, что со стоянки все это наблюдали. Про «Стингеры», кстати, было бы любопытно разузнать. Что про них говорили, насколько это страшно? «Стингеры» были очень страшные. Их боялись. Мы, летчики, их боялись. И потому летали очень низко. Как-то нам организовали показательные пуски, на стоянки пускали. Ну, впечатление очень такое. С самолета сбросили САП, светящуюся бомбу. И по ней боец, две ракеты, кажется, пускали. Ну, просто, мгновенно, уже на высоте эта ракета. Бам! И, да, очень, на нервы действовало очень сильно. Вот это наличие ПЗРК, вот эти вот карты висели у летчика. Вот зоны, куда лучше не соваться и не совались. Я, когда приехал, вот были еще прежний состав. Вот, и был там техник. Вот он рассказывал, как взяли вот эти первые «Стингера». Он, говорит, присутствовал на этом борту. Вот, говорит, ну, рассказывали, как выскочили неожиданно на вот этих духов. И завязал с собой, и взяли вот эти вот первые. То есть, об этом я уже в первый же день, наверное, услышал, когда приехал туда, вот в Кандагар. Боялись, боялись их. Тут ничего не скроешь, потому что все-таки и летали, вот, ну, на почтовиках, всех обязательно с парашютами, чтобы были не больше 10 человек. Ну, чтобы минимизировать потери в случае чего. Летали почтовики ночью, в основном людей возили. Старались не брать бортехника на Ми-24. И вот, кстати, вот обе потери наших 24-рок, ни в одной из них не было бортехника. Но здесь может быть элемент случайности. Потому что вот бортехник, когда прилетал, вот этого погибшего борта с Шаджой, я вот просто запомнил его рассказ, что он побежал в эту, в чекушку купить воды попить. Вот, а возвращается, смотрю, говорит, борт уже выруливает. Ну, летчик показывает, типа, сейчас мы слетаем. Ну, не вернулся. А Саньку Беляева, когда сбили, вот, 16 февраля, перед вылетом приехал штурман полка, Хабибуллин, майор, говорит эту оператору Алексееву, Олегу, вчера летали, так здорово, духом мочи. Да я за тебя слетаю. Да ради бога лети. Бортехник подходит, тоже собрался лететь. А Беляев говорит, давай следующий вылет, пойди, ну, лент набей для ПКТ побольше. И тоже его не взял в полет. И когда заходил разговор о Стингерах, вот, и, ну, все равно страшновато было. Даже вот когда вот на том же почтовике летели, или это, вот, через, вот, даже когда я вот летал с, ну, с ребятами, да, вот, когда приходилось все-таки выше подниматься, там, через горушку, сразу начинали осушки отстреливать. Ну, то есть, да, это, это серьезный фактор был. Все это время специнформа продолжает поиск ветеранов Афганистана, готовых поделиться со зрителями своими военными воспоминаниями. Если вы знаете таких людей, расскажите им, пожалуйста, о нас и об имеющейся возможности. Для связи по этому и прочим важным вопросам используйте, пожалуйста, наш электронный адрес. В следующих выпусках цикла «Мы воевали в Афгане» мы познакомим вас с новыми военными историями ветеранов Афганистана. Еще целый ряд интервью сейчас находятся на этапе подготовки к монтажу и на монтаже. Новые выпуски цикла «Мы воевали в Афгане» неотвратимы. Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале «Специнформа». Адрес на вашем экране. В завершение выражаю благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Спасибо вам за разнообразную помощь в непростом деле создания цикла «Видеоинтервью. Мы воевали в Афгане». Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!